Приветствую, с вами кандидат философских наук Александр Шадов, соответственно. Поехали! Видео Соболева, Николая, вот, с упоминаниями Александра Шадова, вообще-то, вот, кандидат философских наук, я тут, да. Пуск подготовлен иностранным агентом Соболевым Николаем Юрьевичем, который желает вам прекрасного просмотра этого по-настоящему огромного материала. I am one with the people. Ведь мы умные обезьяны. У нас ДНК на 99,5% совпадает с ДНК шимпанзе. И на 95 с ДНК банана вроде. В этом написано не одна сотня. Это, кстати, много говорит о бананах. Книг, и я выбрал самые лучшие, которые необходимо прочитать, и те, которые... Прочитать откровенно опасно. Спойлер, некоторые из них, например, Сапиенс Юволя Ноя Харари, может буквально свести вас с ума. Фрик. Фриков много. Как выбрать нужную книгу? Как выбрать автора жанра, с которого можно начинать самопознание? И почему нельзя полагаться на науку? Человек произошел от обезьяны. Это научно доказанный факт, да? Ууу, Вахштайн красавчик, да. Вопрос, как он научно доказанный? Классика. Что за этим стоит? В чем разница человека и животного? И как эволюционная литература может вести вас в заблуждение? Именно это мы обсудим сегодня. Но первый вопрос, на который необходимо ответить, зачем? Зачем читать книги? Вот многие говорят, книги надо читать. Ну, конечно, надо читать книги. Читай долбаные книги. Зачем читать книги? Вот зачем? Вот можно же смотреть видео. Ой, бля, почему? Так, все, я сломался. Хорошо, я сломался, признаю, ребят. Так вот, Ян Топлес. Да, да, да. Ну, Ян Топлес вообще лучше не смотреть. Это один из худших контент-мейкеров по теме образовательной. Например, научно-популярные видео. Там же все собрано, да? Ну и вообще, самый... Зачтем полторы минуты, ребят. Полторы минуты продержался, это хорошо, рекорд. Богатые люди ведь не похожи на самых начитанных. Я говорил очень смелые вещи. Что вы еще от меня хотите? Так зачем? Зачем читать книги? Вот здесь, позвольте мне, небольшое введение. Буквально 30 секунд, буквально полторы минутки. Каждый человек, кто смотрит это видео, и ты, в том числе, ежесекундно отвечаешь на 4 главных вопроса. Именно эти вопросы, кстати говоря, и называются духовными вопросами. А вот Николай уверен, что каждый человек отвечает на эти 4 вопроса. Просуждение довольно громкое, как мне кажется. А профануть его не получится, наверное. Ну, давайте, 4-4 вопроса. 4 вопроса. Давайте, ребят. Каждый ли на них из нас отвечает? Давайте. Каждый день. Каждый день он сказал же вроде. На них пытается ответить каждый человек и отвечает. Каждую миллисекунду своей жизни на уровне подсознания. Вы уверены, ребят, что каждый человек отвечает на эти вопросы каждую миллисекунду своей жизни на уровне подсознания? Ну, это еще более жестокое осуждение. Его, конечно, надо пруфать в мое почтение, как сильно. С Николаем здесь трудно согласиться. Он прямо сразу решил как-то сильно базануть. Кто я? Где я? Кто я? Я себе не задаю вопрос, кто я. Кто мне надо здесь делать? Где я? Что мне надо здесь делать? Делать и в чем смысл? Зачем? Я не задаю ни один из этих вопросов себе, честно говоря. Неожиданно. Ну, как ни странно. Я даже бы сказал, что эти вопросы, они не являются базово-философскими, по сути. Но, как бы, эти ответы на эти вопросы могут быть найдены в разных философских учениях, но не во всех. Ну, и в среднем не с них начинается философия даже. Я здесь. Ответы на эти вопросы, кто мы, как мы здесь оказались, и какая наша роль, какое наше место человечество пытается найти в религиозном откровении, в философии, в биологии, в антропологии, в астрофизике, в генетике и в нейропсихологии. Наш мозг, внутренности человека разбираются и рассматриваются под микроскопом. Этим заняты вот в том числе авторы тех книг, которые выдвигают теории. Бога нет. А, так свободы воли тоже нет. И эти теории мы разберем сегодня, спустя тысячи лет после того, как человечество в истории цивилизации пытается вычислить закономерность процессов эволюции, но так и не найдя однозначного ответа на вопросы, какое наше место в этом мире, что мы здесь делаем в этом бездушном космосе с миллиардом гигантских светил, вот этих огромных булыжников. Вдумайтесь, 400 миллиардов галактик, столько же звезд в каждой из них, и никого вокруг, и никакого ответа на вопрос, а что это вообще такое? Это маленькое словечко «Почему» разлито по всей вселенной с самого первого дня миросоздания, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу. Почему? Мы восхищаем... А, да, аргумент к литературе. Такое, у тебя. ...восхищаемся нашей наукой, мы славим ученых, мы восхищаемся вот этой критической научной эрудицией. Ну, такая вообще, конечно, в голове у людей. Ну, вот парадокс... Я надеюсь, если быть честными, сейчас будут добавлены какие-то другие комментарии, потому что многие люди так не считают, а если уж мы с кем-то спорим, то, наверное, необходимо выдвигать какие-то, в общем-то, доводы в пользу того, чтобы человек мог хоть как-то, да, свою позицию в данном случае изменить. Сейчас посмотрим, будет ли поддержка к данному тезису. И выдать какую-то стройную версию. Что это все такое? Наука превыше всего. Наука есть единственное опознание. Ну и что? Мы построили коллайдер, мы полетели в космос, мы изучили геном человека. Но мы не знаем, кто мы такие, какая наша цель и есть ли эта цель вообще. А мы точно не знаем, как произошла жизнь. Вот, ребята, парадокс. В отсутствии какого-либо ответа на этот вопрос с точки зрения науки или философии игнорировать этот вопрос по-прежнему не получается. Каждый из нас пытается ответить на вопрос, в чем смысл его жизни. Это... Ну да, пока набрасывание тезисов, Кер, согласен. Но вообще в целом, вообще в целом, в целом, я не считаю, что каждый так делает. Ну, например, я... Ну, тут, да, тут опять же утверждение. Почему одним примером данное высказывание можно опровергнуть? Потому что говорят, он говорит, все так делают, все так думают, все задают этот вопрос. Я говорю, например, я так не делаю. Наверное, есть еще некоторая прослойка людей, которые так не делают. То есть тезис, озвученный, ложный, скорее всего. Ну, нет, может быть, все, кроме меня, так делают. Такое тоже возможно. Может быть, я вам лгу вообще-то. Тоже может быть. Может, я тоже так делаю. Но вроде нет. Но вроде как-то нет. Этот вопрос, зачем он возникает сам собой, если знаешь... Ну, Топлис много странной, непроверенной чепухи озвучивает очень часто. И то, что делает Топлис, скорее выглядит красиво, нежели, соответственно, выглядит как-то хорошо, качественно. Зачем-то выдержишь любое как, писал Ницше. Если ты не знаешь зачем, если ты не можешь ответить на вопрос, кто ты такой, твоя жизнь может превратиться просто в невыносимую пытку. Человек — это существо, требующее смысла, жаждущее смысла. Не согласен. Не знаю, не согласен. Мне кажется, это прохристианская позиция. Просто это физик Алексей Буров, он, скорее всего, христианин. Я не знаю, я делаю ставку на то, что он, в общем-то, христианин. Мы уже вторую ставку с ним смотрим. Он просто христианин, скорее всего. А христиане, они обычно давят на вопрос о смысле жизни. Это преимущественно их вопрос. Ну, вот. Такой, знаете, прорелигиозный вопрос. И вот, ну вот, любят люди именно конкретно вот на него давить. Потому что в христианстве есть ответ на вопрос, о каком смысл жизни вообще-то. Понимаете? Христиане его предлагают, как и так или иначе. Так что христианам этот вопрос удобен. И поэтому христиане нередко пытаются навязать всем остальным, что этот вопрос важен, существенен. И вот вот у нас, у нас, у христиан ответ на этот вопрос есть. А у вас там постмодернистов, у вас атеистов, у вас там скептиков и всех остальных ответа на этот вопрос нету. И у ученых нету ответа на этот вопрос, кстати. Вот так вот. Сидите там без ответа на самый важный вопрос в мире. А вот у нас есть ответ. То есть вы говорите, у нас нехороший ответ, но у нас хоть какой-то есть в отличие от вас, понимаете? Ну, как бы вот такое. А сама постановка вопроса, вопросу здесь, видите, не поддается, к сожалению, не подвергается сомнению некоторого. Потому что сам вопрос, он по сути, скорее не универсален. Скорее не универсален. Если мы посмотрим на племена какие-нибудь, вероятно, эти племена не живут в состоянии задавания вопроса о смысле жизни. Зачем я существую? Скорее всего, 95% жившего когда-либо человечества, там всякие крестьяне, не христиане, а крестьяне. Чтобы вы не перепутали какие-нибудь там крестьяне, рабы и все остальные, коих было большинству в мире. Вот эти вот люди, либо очень нищие, рабочие и все такое. У них просто времени особо даже задуматься об этом смысле не было, по сути. Ну, а о чем задумываться, когда ты постоянно работаешь, например? Тебе постоянно надо вкалывать. Когда ты не вкалываешь, ты идешь, спишь, там, кушаешь. Вот. Как бы... Редкий гост, а вопрос о смысле ставится в таком случае, когда у вас и так все понятно? Что вы есть хотите и спать хотите? Ну, еще какие-то там удовольствия хотите простые? Когда вам все понятно, что в вашей жизни должно быть? И на что вы можете рассчитывать от этой жизни? Вот тут о том же вопрос, понимаете? В общем-то, вопрос о смысле не является обязательным для слишком большого количества прословек населения. И даже, наверное, до сих пор... Даже, наверное, до сих пор многие люди не задаются этим самым вопросом. По крайней мере, каждую миллисекунду своей жизни. Может быть, за всю жизнь. И каждый современный человек когда-либо, может быть, задавал этот вопрос. И, может быть, я когда-то его себе задавал. Я не помню этого, но, может быть, я когда-то его себе задавал. Но говорить, что этот вопрос там универсален, абсолютно важен, и все хотят на него ответить, в подсознании задают его и так далее... Ну, похоже на неправду, короче. Я бы здесь с этим тезисом был бы немножко поаккуратней. Такая неловкая христианская аргументация. Классная, наверное, бессмысленная жизнь. И тогда спрашивается, а в чем смысл истории, смысл человечества. Познай себя. Это надпись на храме Дельфийского оракула в Греции. Философия Сократа, Платона и Аристотеля стартует именно с познай себя не случайно. Можно, конечно, разложить на атомы... Ну, вопрос, стартует ли она именно из этого, тоже интересно. Вообще, Фуко подобной позиции придерживался. Когда он Сократа описывал, у него как раз о познай себя очень много написано, конкретно у Фуко. Ну, кто тоже эту концепцию подтверждает. Не, Кер, имеется в виду, что Сократ начал с этого, да, собственно, с познай себя. Вот. И Соболев, получается, переносит с Сократа на Платона, с Платона на Аристотеля. Максим спрашивает. Если человек не задается этими вопросами, можно ли сказать, что он отличается, он вообще... Ну, неграмотное предложение составлено, но ладно, что он вообще человек, а не животное? Типа... Ну, в научной топике человек равно животное. Как бы это раз. Во-вторых, если кто-то задает себе подобный вопрос, это еще даже, наверное, не значит, что это человек. То есть это во-вторых. То есть, ну, например, когда нейросети может попробовать задать себе вопрос, а какой смысл жизни? Может попробовать? Может попробовать. А правда, она вряд ли его смысл будет осознавать, но при этом чисто формально может попробовать его задать. И вот как-то так вот. А вот. Ну, как-то немножко странно, да, вот взять и вычеркивать из человечества, ну, наверное, большую часть тех людей, которые на данный момент погибли, как минимум. Да, вот мне вот кажется, если мы возьмем всю совокупность всех людей, которые за всю историю человечества умерли, большинство из них не особо задавались вопросом о смысле жизни. То есть вы вычеркиваете из человечества их всех, оставляете некоторую такую интеллектуальную элиту, там всякое духовенство, там, я не знаю, некоторых там дворян, еще каких-нибудь людей, которые этим вопросом задавались. То есть образованную элиту и духовенство, которое тоже нередко было образовано. Вот это люди, получается 5%, так скажем, истинного золота, и 95% получается говна, как бы, выходит, да, вот по вашему делению. Ну, окей, окей, окей. Такое себе деление, как мне кажется. Все внешние предметы, я не знаю, там, материю разобрать, но нельзя отрицать, что самый уникальный феномен во всей обозримой вселенной находятся вот прямо у нас, это наше мышление, это наша способность умопостигать. Мы, это часть природы. Мне интересно, можем ли мы умопостигать? Ну ладно. Которая комментирует саму природу, совершая акт свободного мышления. В каком смысле, если природа... Если мы придерживаемся той системы философии, в которой природа существует, вот, ну, в целом, судя по всему, многие животные тоже могут этим заниматься. То есть они тоже интерпретируют, комментируют. Ну, не так круто, как мы, наверное, не знаю. Ну, или просто, может быть, просто не так, как мы это делают. Но тоже комментируют, воспринимают, реагируют, адаптируются, изменяются и так далее. Возникновение мышления, как говорили в древности, это по-настоящему уникальное чудо. Откуда взялись законы природы, столь особенные, столь математически элегантные и одновременно согласованные с жизнью, с богатством жизни, и с возникновением мышления, да еще и мышления такого, которое эти законы постигают. Ведь законы природы нашей вселенной, они чрезвычайно специфичны. С того счастливого момента, как человек открыл себе мышление и начал познавать... А как узнать, что наши законы природы специфичны, если у нас нету альтернативных законов природы? Ну, типа... Автор физика, он заявил, что наши законы природы специфичны. То есть он считает, что они должны быть другими, менее специфичными, имеется в виду. Или могли бы быть менее специфичными, но почему-то в данном случае они специфичны. Я здесь немножко не понимаю данное высказывание, все-таки. У тебя прошло две с лишним тысячи лет. И вот вопрос, который возникает сам собой, а мы точно прогрессируем? Вот давайте немножечко оглянемся по сторонам, немножечко подумаем, обозначим проблематику. Попытаемся ответить, вот чего мы достигли в акте этого свободного мышления. Время великих философских систем в прошлом. В настоящем есть одна великая система, это систем оф даун. Смешно. Это смешная шутка. В светских клубах перестали обсуждать классовую борьбу. Самая популярная борьба нынче такая. Если его яйцо есть, давай на лицо. Мы точно прогрессируем. Мышление миллионера. Там Якови был, да? По классике. Миллионеров, которые впаривают многочисленные бизнес-тренеры. Бля, вот бы этот миллионер в меня бы покидал деньги. Слушайте, я бы столько на эти деньги сделал. Я бы свои книжки бы издал. Университеты бы пооткрывал бы соответственно. Обучать людей бы начал. Специалистов бы офигенных набрал. Сделали бы офигенный. Лучший философский университет в России я бы вам сделал. Я бы сделал самый лучший философский университет России. Собрал бы офигенных преподавателей. И еще бы этот университет на всех языках мира транслировал бы. По всей планете. И на Марс. Если на Марс люди полетят, на Марс тоже бы транслировал. Наши шикарные философские лекции. Обязательно. Ну, мои книжки тоже бы издали бы, конечно. Безусловно. Миллионам людей по всему миру. Каждый, кто мне отправляет деньги, становится невероятно богатым. Я тоже так считаю, ребята. Каждый. На самом деле, не мышление вовсе. Это замена вашего мышления. Это чужие сценарии, чужие пути. Работяга на заводе должен понять, что он больше, чем работяга на заводе. Я не знаю. Работяга на заводе понял, что не нужно трудиться, придумывать ходы в своей сфере. Нужно просто научиться продавать себя. Сначала работяга начнет копировать связки. У нас получилось, получится и у тебя. Лол, но если у вас получилось, это не значит, что получится у меня. А тут нету следования, как бы. Тут одно из другого не следует. Ну ладно. Бороть синдром самозванца и... Знаете, вот приходит какой-нибудь Усейн Болт, чемпион по легкой атлетике, 100 метровку. Он говорит, ребята, вот я тренировался, у меня получилось, получится и у тебя. И перед ним не Квучич такой лежит, то знаете ли. Как бы вот. Печально. Печально я имею в виду. То есть, ну, вот это как бы вот такой вот сложный пример, да? Ну, как сложный. Да, наоборот, не сложный. Такая антитеза получается. Ну вот. Поскорее повысить, сука, свой чек. Скажите, пожалуйста, аудитория, теперь вам легче поднять свой чек? Но это легко. Вы знаете, есть американская мечта. Это красивый дом, зеленый газон. Есть другая мечта, общемировая. Она связана с тем, чтобы поскорее заработать на крипте и больше не делать нихуя. Пляж, гамак, пальма. Рост технологий, да, охрененный повод для гордости. Вот только это следствие приму... Не, ну, кстати, Соболев, видите, он от всей этой денежной хуйни тоже как-то отстраняется. И это хорошо, потому что я, на самом деле... Ну, вот я смотрю на людей, для которых деньги — это прям нереальная ценность. Для меня деньги — не ценность. Для меня деньги — это ресурс, который я пускаю, собственно, ну... Вот сейчас я привожу в некоторое нормальное состояние мой уровень жизни. Это первое, да? Вот это первое, что нужно. Второе, что нужно, это уже творческие, собственно, порывы. Мне деньги нужны для творчества, для философии, для развития моих романов, для развития стихов, там, не знаю, для печати разных, собственно, вещей. Вот. Ну и так далее, так далее, так далее. А есть люди, у которых, ну, как бы просто тачки, тёлки, срачки, там, я не знаю, алкоголь, наркотики. А в чём фишка? Ну, я просто... Я серьёзно, я не понимаю, зачем это нужно. Причём я... Что за буржуаз здесь? Ну, типа того. Не, ну, просто серьёзно, если так подумать, если так подумать, опять же, я подчеркну, что на зарплате в 200-300 тысяч рублей ваш уровень жизни выше не растёт. Научи мне философию на 8 рублей, сейчас научу. Так вот, если вы зарабатываете намного больше, чем 200 тысяч рублей, там, миллион в месяц зарабатываете, ваш уровень жизни от этого не вырос. Вы за 100 тысяч рублей можете снимать, там, не знаю, квартиру в центре Москвы, скорее всего. Ну, не очень крутую, но нормальную, уровень жизни нормальный будет. А за остальные 100 тысяч вы можете гиду себе и одежду, и всё остальное покупать, и технику, и норм. Всё. Выше уровня жизни вам, по сути, не надо. Ещё раз подчеркну, да. Все остальные деньги, которые вы зарабатываете, там, выше 200-300 тысяч. Всё, что вы тратите выше 200-300 тысяч, проживая в центре Москвы, соответственно, да, это всё, как бы, не повышает ваш уровень жизни, это понты по большей части. Там, не знаю, какой-то супердорогой телефон со стразами, там, какая-то супердорогая машина. При том, что в той же самой Москве, скорее всего, нету нигде места, чтобы кататься на ней с максимальной скоростью, которой эта машина, можете с себя выжить. То есть, у вас есть машина, которая может разогнаться, допустим, до 300 километров в час, но вы нигде в городе не можете разогнаться до 300 километров в час. То есть, понимаете, да, вы покупаете себе техническое средство, которое имеет огромные возможности, но вы не можете их применять, потому что, ну, собственно, правила дорожного движения. Это понты. Не, ну, если что, моя машина может 200-300-400 километров в час выжить, просто как самолёт полететь с места. Ну, а толку-то от неё? Толку-то от неё, если обыденное её применение на уровне Запорожца находится. Ну, единственное, что Запорожье чинить, наверное, чаще надо. То есть, Запорожье всё-таки, да, пониже по уровню жизни будет для вас. Ну, просто купить хорошую, нормальную иномарку, которая, ну, долго вам прослужит. Или Ламборджини, который прослужит столько же, но он понтовый, дорогой, ну, вы будете ездить на нём с той же скоростью, там, максимум 100 километров в час по городу. База. И так практически по-любому вопрос получается. Плюс мораль от понтов, ну, такая себе мораль получается. В их инвестиции одного процента держателей капитала, чья цель это продать вам безделушки, которые счастливее вас никак не сделают. У каждого в душе дыра размером с Бога, которую нужно заполнить, писал Сартер. И мы заполняем эту дыру. Человек эпохи постмодерна заполняет её чем попало. Астрологией, натальными картами, экстрасенсами, чья популярность только растёт. 25% американцев верят в привидений. А россияне потратили почти миллиард рублей на изучение эзотерики в прошлом году. Но главный религиозный объект нашего поклонения, это, конечно, деньги, это энергия. И наши священные пророки, которые смогли набить свои бездонные карманы. Когда ты зарабатываешь миллиарды, то это общество тебе доверило деньги, зная, что ты ими распорядишься лучше, чем общество. Не, ну вообще было бы неплохо, если бы общество доверяло деньги, и можно было бы ими распорядиться каким-нибудь образом позитивно. Ну, потому что у меня планов дофига. У меня планов дофига и развлекательных планов дофига. Вот. И развлекательных планов дофига. Там, не знаю, создавать игры по собственным романам, не знаю, реализовывать свои разные проекты, собирать команды для создания разного рода контентов, включая интеллектуальный. Интеллектуальный и развлекательный. Вот. У меня идей просто море. Вот. А есть люди, которые просто сливают бабки на хуйню. Как бы... Как? Как? Мы просто... Мы просто все бабки потратили. Лол. В первую очередь вам нужно понять, что нет правил, нет законов. От них нужно оторваться. Но это легко. И человечество пытается оторваться, да, пытается набить свое пузо, чем мы напоминаем Римскую империю в эпоху Декаданса, за несколько десятилетий до полного развала. Вроде бы такие мощные, но уже не очень здоровые. Мы сами взяли и превратили роскошь в необходимость. Необходимость. Мы преобразуем обществе. Ну, вместо уровня счастья у людей, знаете... Не, ну, говорить, что мы превратили роскошь в необходимость, довольно забавно, с учетом, что медиальные зарплаты в России сколько? Все еще 30 тысяч. Сколько там? Ну, 30 тысяч где-то возьмем. Ну, 30 тысяч. Это, то есть, больше половины людей... Ну, в районе половины людей получают меньше 30 тысяч рублей в месяц в России. Роскошь как необходимость. Знаете, что растет? Растет аппетит, а также тревожные расстройства, депрессия и зависимости. Число преступлений, связанных с наркотиками, за последние годы выросло в 6 раз. Вот тут мы точно прогрессируем. Заебись. 35% вопросов... Ну, это может быть связано с тем, что либо появляются законы, которые все это ужесточают, либо правоприменительные практики становятся все жестче. Ну, там, например, не знаю, киданулся, так скажем, за закладочкой в книжке, допустим, да? И все, ты сидишь уже на миллиард лет, соответственно. Ты уже на миллиард лет. Вот. Я думал, хотя бы веб-кухартнешь, скажешь, изучай, а ты просто сказал, сейчас научу. А если серьезно, сколько тебе заплатить, чтобы ты научил философию? Так там внизу есть в описании непосредственно ценники. Кстати, относительно статистики, это еще не до конца понятно, с чем конкретно связано. Мне кажется, Николай немножко торопится с выводами здесь, да, и, наверное, надо бы немножко придержать коней, просто пока непонятно, а именно с деньгами, не с деньгами, с непомерными запросами или нет, связано-то все это. Потому что если мы, как бы, просто смотрим на какие-то статистические данные и пытаемся их как-то объяснить, это еще не значит, что наше объяснение, оно хорошее. Это написал философ, а там... А не психолог, а просто философ. Запомнили. Просто на всякий случай пометим. Результат в виде денег. Надо открыть этот энергетический поток. Тело может на некоторое время вырубиться с температурой по носам. Это совершенно нормально. И люди, вот многие из вас тратят целую жизнь для того, чтобы когда-то обрести красивую жизнь. Так, донат на 300. Аниме можно заказать? Знаю один тайтл. Реально хороший и точно стоит внимание. По какому прайсу это будет? 10 рублей минуты или как? Да, давайте 10 рублей минуты будем смотреть на Гудгейме после Соболева, получается. Да-то там пожить. Наставники успешно торгуют волшебной иллюзией. У нас получилось, получится и у тебя. В итоге у этих людей нет ни жизни, ни красоты, никакого смысла. В чем смысл жизни? Его нет. В книге «Эгоистический капиталист» психолог Оливер Джеймс демонстрирует статистическую взаимосвязь между ростом психических расстройств и массовым потреблением в странах неолиберального капитализма. По настоящему печальным примером выступает Южная Корея. Страна совершила гигантский экономический рывок, но в ней трехкратно выросло количество сам... Почему это некоторые по три месяца не могут выбраться из постели? Потому что, а какой смысл? Я уверен, что многие из вас считают, что это норма вот в нашу технологическую эпоху. Вот такими мы были, вот такими мы стали. Это нормально. Но это не норма, друзья. Это даже не реальность, это бегство от реальности. Они приняли за самое очевидное то, что было совершенно не самоочевидным. Мир демонстрирует кратный рост психических расстройств, а депрессия как болезнь вышла на первое место заболеваний, приводящих к недееспособности человека. И нам необходимо спросить, вот каждому из нас нужно задать этот вопрос. Вот как это стало? Я, кстати, вообще никогда не понимал, как можно быть депрессивным в целом. Ну, как бы, не знаю, у меня, видимо, сильно офигенная жизнь. Мне, видимо, сильно классно по жизни. Я слишком поглощен творчеством, делами и всем остальным. И даже когда у меня денег никаких не было, точно так же был поглощен. Мне точно так же было классно. Даже когда я по 20 тысяч зарабатывал в месяц, даже не 20, а 17 тысяч, будучи охранником. Я так кайфовал по факту. Было круто. Ну, сейчас еще круче, но тогда тоже было круто. Когда учился, было круто. У меня не было ни одного такого периода в жизни, когда бы, ну, кроме школы, наверное, когда бы прям было ну совсем не круто. Было приемлемо, что такое количество подростков, детей, такое количество людей болеет. Это настоящая болезнь. И стигматизация депрессии – это настоящая трагедия. Нет, стигматизировать, конечно, не стоит, но, блин. Я не понимаю, как люди в сети депрессии попадаются. Что это норма, это натуралистическая ошибка. Это результат сознательной политики последних десятилетий. Повторюсь, это полный разрыв с традицией. Во всей предыдущей христианской культуре экономическое благо никогда не воспринималось как главное. Еще раз, я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Это кастрация человека. Это кастрация смыслов ради очередной потребительской утопии. И вместо конца... Вопрос, а можно ли организовать потребительскую утопию внехристианского общества так, чтобы это не приводило к депрессиям? Вот главный вопрос, который мы должны сейчас тогда задать. Я, например, не уверен в том, что оно именно так. Ну вот. Косар часа... Ну вот, да, а что вы хотели? О истории мы оказались в мире конца стратегии. Так и общество из каких-то структур стало восприниматься просто набором индивидов, оторванных друг от друга, хаотически действующих на рынке. Я, например, моя стратегия — это сначала позаботься о себе. Вот это... И моя такая же... И потом они удивляются, почему их рецепты не работают. Архитекторы современного мира создали для нас ужасную ловушку. Стараясь защитить нас от опасностей коммунизма, коллективной уравниловки, они привели нас в мир, лишенный смысла. Самое страшное — это превращение человека в товар. Мы создали убогие симулякры жизни, мы создали убогие симулякры смыслов ради гонки за этим материальным. Мы сами привели к деградации нашего мышления. Настоящее мышление свободно, оно бескорыстно, оно независимо и всегда приводит к неожиданному результату. Это не попытка упростить, стандартизировать и как-то упаковать. И это нужно упаковать в идеологию. Это стремление сделать иначе, а не подстроиться под рыночек для того, чтобы урвать жирный кусок этого пирога. Но это легко. Чему упорно учат наших детей, заваливая бесконечными тестами, бесконечными стишками. Травка зеленеет, солнышко блестит. Травка зеленеет, блядь. Вот сложно после такого упрекнуть современных людей, которых мы опрашивали на улице, в том, что они не знают, какие книжки написал Пушкин. Какие две книги написал? Можете, пожалуйста, назвать 2 произведения Пушкина. Ой, я и не вспомнил. Лол. Можете, пожалуйста, назвать 2 произведения Пушкина. Александр, помоги мне. Ребята, можете назвать 2 произведения Пушкина? Ну что, давайте, я не знаю, загибаем пальцы. Давайте гиги не загибаем пальцы. Евгений Онегин, Медный всадник. Так, Араб Петра Великого. Мне вспоминается, как питал Пушкин, это смешно. Библия, смешно, забавно. Забавно. Бахчисарайский фонтан, соответственно. Сказки разные о рыбаке и рыбке. Там он написал, соответственно. Так, где там пробелочку было? Про пробелочку, напомните мне? Вот, моя борьба. Вот. Смысл, не его произведение. Я что, лоханулся? Да нет же. Можно назвать 2 произведения Пушкина? Наверное, нет. Не увлекаюсь. Можно назвать 2 произведения Пушкина? Не увлекаюсь, красава. Я особо... Досказка с Алдисария Салтанем. Борис Годунов, верно. Литература не шарю? Верно. Особо на литературу не хожу. Ни одного произведения не знаешь. Особо на литературу не хожу, лол. А Пушкин, ну, собственно, такое. Нет. Кто написал «Войну и мир»? Ой-ой-ой. Я забыл. Наш ученик, ребят. Соболев наш ученик. Если он использует термин «естественная установка» в том смысле, в каком я его ввел, это наш ученик, получается. Вот, просто из головы вышло. Тоже не помню. Ку-цэ. Ку-цэнка. Ку-цэнка Александр Сергеевич. А, Александр Сергеевич Пушкин. Два любых произведения Пушкина можешь назвать? Так. Сказка этот. Ну, вообще, если бы меня на улице спросили, я бы, возможно, это... Просто прошел бы мимо. Золотой рыбки? Ой, блин, я уж не помню. В каком веке? Если он использует словосочетание «естественная установка» не в смысле гусарля. Ну, гусарля не то, чтобы сильно похожий термин. Они немножко родственные, но... Как бы... Я это еще называю не только «естественную установку», но еще натуралистическое. Наверное, лучше качественнее был бы термин «естественная установка». Вот. Точнее, натуралистическая. Да, натуралистическая установка был бы лучше. Но у меня так сложилось уже вот с годами, я пока науку критиковал и разбирал, у меня сложилось это словосочетание как «естественная установка». Как я писал Пушкин? В 20-м. Можете назвать два любых его произведения? Хорошо. Надо же. Так, ну, я сейчас постараюсь. А вы знаете... Вы Евгения Онегина учили в школе, до сих пор же учат, наверное. Этот вопрос порой избивает с толку. Можете назвать два произведения Пушкина? Наверное, нет. Одно? Наверное, нет. Вы слышали о том, как он умер? Я знаю, столько приводов... Спасибо. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Вообщем, да начну на тайтл, созданный в бездне в количестве пять серий. Но мы уже смотрели, пересмотрим. Сериал весьма стоящий и рекомендуемый к просмотру. Сам Мангу читаю. Мы первый сезон полностью просмотрели в своё время. Если, как говорится, хотите... Ммм... Вот. Ну, короче, посмотрим. Спасибо большое. Так. Можете... Можем со второго сезона, если вы дадите команду. Дуэль. Да, с кем она была, помните? С Есениным, может быть. Так вот, что они оба умерли-то. По факту, по факту, по факту. Этот гомик Есенин дорвался до нашего всё Пушкина. А два произведения Достоевского можете вспомнить? Наверное. Блин. У меня, кстати, другой вопрос. Смогу ли я все вспомнить? Вот. Все вряд ли, кстати. Все вряд ли, кстати. Но базу я вспомню. Кто написал преступление и наказание? Теннин сам с собой дуэль устроил. Теннин, по-моему. А-а-а! Это больно! Воу. Не о чем я думал! Ну, я убеждён. Но неплохо. Преступление и наказание лучше, чем вся проза Пушкина. Там лучше пиковые дамы, например, по-любому. Я не знаю. Лучше Дубровского. Я не знаю, кто вообще Дубровского может читать неиронично. Честно. Честно. Мне очень не нравится проза Пушкина. Да и стихи тоже. Но проза не нравится ещё больше. Она слишком какая-то. Какая-то и вообще никакая. У Достоевского по-любому интереснее. Это даже какой-то, в кавычках, комплимент Пушкину был. Друзья, я верю, что будущее человечества определённо связано с поиском смысла, а не с поиском гамбургера. И книги это, безусловно, лучший инструмент. Главное это уметь ориентироваться и понять, а с тех ли книг вы вообще начали. Я очень постараюсь помочь разобраться и обратить ваше внимание на те вещи, которые вы могли пропустить, просматривая эту популярную эволюционную литературу, с которой я решил начать. Биология переживает своеобразный взлёт, занимая первое место на пьедестале популярных наук, пока авторы научных книг претендуют чуть ли не на истину в последней инстанции. Отчаянно критикуют... Ну, чуть ли не чуть ли, но есть похожие, да, такие элементы. Другие науки, конечно... Есть такое. Религию, предлагая рассматривать наш вид хомо-сапиен... А тут серьёзно, оказывается, что именно как раз товарищи, именно биологи возглавляют всю эту сиентическую ораву, которая, соответственно, ну, в основном имеет какие-то большие претензии практически ко всем штукам вокруг. То есть это не только Панчин, Докинс, вообще огромное количество биологов, Сапольский там, например. Да, мы прежде всего касаемся биологов. Хотя раньше, раньше, некоторое время назад чуть популярнее были скорее физики. Вот. Ну, по типу, опять же, Хокинга. Но Хокинг, как вы знаете, вот, откинулся. Улетел в мир иной. В раю. В раю сейчас, собственно, находится. Вот. Физики, они были популярны некоторое время, как мне это видится. Но потом несколько уступили биологам, и сейчас, да, основной вот этот весь сиентизм, он базируется в основном на... Вот. Он, короче, вокруг биологии концентрируется. Маркс умер, и Гитлер умер, Маркс неофашист. Окей. Такой комментарий. В разрезе истории нашей цивилизации, в разрезе нейронаук и в разрезе других видов. То есть у нас мозги-то все-таки обезьяне. Делая подчас охренительные выводы. Так свободы воли тоже нет. Искренне считая, что поведение субъекта... Не, ну просто тут проблема еще заключается в том, что тот же Сопольский, да и Дробышевский, они не читали философские книжки и серьезно не рассматривали ни одну аргументацию из тех, которые вообще предлагались. То есть для них мир философии это что-то... Ой, там эти философы сидят, ерунду свою несут. Мы даже читать это не будем. Вот. Тут как бы абсолютное обесценивание оппонентов происходит среди ученых. Это тоже важно подметить. Человека, нашу мораль можно объяснить, наблюдая за обезьянами или разбирая клеточки нашего мозга в поисках... Кстати, относительно разбора морали, наблюдая не только за обезьянами, но и за животными другими, да, то есть менее организованными даже иногда, чем люди, обезьяны и чем даже млекопитающие. Иногда ученые пытаются делать выводы о морали, этике, эстетике, других вот таких вот вещах, исходя чисто из животного мира. Хотя у нас, у людей, ну, судя по всему, есть определенные социальные механизмы, в том числе, которые так или иначе отвечают и за мораль, и за эстетику, и за какие-то еще вещи. Встроена ли она в душу, я, например, утверждать не буду, я скорее здесь нигилист, да, но социальные определенные механизмы, которые так или иначе это продуцируют, ну, они существуют. И очень глубокий уклон именно в биологию, он скорее нам в итоге подарит ложный ответ. Нам здесь больше нужна не биология, сколько там культурология, социология, то есть вещи, которые буквально этими темами могут заниматься напрямую. В то время как биологи всегда занимаются темами морали, эстетики и всего подобного, ну, совсем косвенно, вот совсем издалека, и смотря не на людей, а на животных прежде всего, да, вот есть люди, которые занимаются этими темами напрямую, и, скорее всего, какой-то ответ, хотя бы правдоподобный, следует искать в тех дисциплинах, которые, ну, прямо касаются людей. Вот. Сознание. В пределах нашего мозга можем потыкать палкой и проверить. Предъявите нам свободу волю. Мастер. Мастер тыкать палкой, господи, это легендарная штука. Под тык-тык-тык-тык-тык-тык, любитель тыкать палкой. Пакете, здесь вот, в лаборатории, покажите, где она. Прежде чем мы начнем все книги, которые будут здесь упоминаться и разбираться, вы сможете получить в нашем конкурсе. Я провожу конкурс совместно с пабликом «Книги на миллион». Это мой товарищ, автор этого телеграм-канала, Алексей Корнелюк. Он еженедельно... Можно и со второго сезона. Вот только вопрос. Смотрели ли полнометражку по ней? Если да, то можно и со второго сезона. Если нет, то лучше полный метр. Называется «Рассвет глубинной души». Это прямое продолжение. Без полного метра смотреть два сезона не имеет смысла. Хорошо. Понял, принял. Так и делаем. «Рассвет глубинной души». Тогда будем смотреть. Большое спасибо. Продолжаем. Разбирает популярные книги в своем подкасте. Я очень рекомендую подписаться. Это классный формат, таких лаконичных обзоров. Это самый популярный телеграм-канал про книги вообще во всей России. Я точно не заменяю книги. Я точно не являюсь, знаешь, таким пограничником, который типа «это хорошая книга, это плохая книга». И наоборот. Нет. Сканирую. Если нахожу что-то ценное, цепляюсь, выписываю. А потом в жанре подкаста... Вот в таком формате я бы с удовольствием с Николаем Соболевым бы побеседовал. Вообще не вопрос. Я даже в Москву с удовольствием приеду. Или где он сейчас обитает. Вот. Вообще с большим удовольствием. Если что, если Николай это видео посмотрит, и я не успею ему до этого времени написать, как бы... И я с удовольствием, в общем-то, готов к сотрудничеству на разных уровнях. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе... С удовольствием, соответственно. Если Николай меня смотрит, если он даже аргументацию мою местами впитывает, да, то есть, как бы, вот, взаимодействует с моим интеллектуальным, в общем-то, творчеством и просто с творчеством, соответственно, моим взаимодействует. Не знаю, видимо, с интеллектуальным прежде всего. Вот. Ну, тогда почему бы не провести подобный... Вот. Что-что-что-то подобное, в общем-то. Я еще раз перечитываю и обмозговываю. А что я конкретно могу переложить из теории в практическое русло? Это, кстати, важнейший процесс при чтении книг, процесс аналитики для лучшего восприятия. И здесь хочется немного остановиться и дать несколько советов в виде разоблачения популярных мифов про книги. Миф номер один. Нужно читать книги постоянно. Ну, нет, заставлять себя не надо. Я, кстати, всегда говорил тоже, что, не, если вам приходится заставлять себя читать, вы либо что-то не то читаете, или, может, вам вообще как бы не надо читать. Я просто всю жизнь читал, мне хотелось как бы. Ну, или у меня была какая-то мотивация. То есть, либо мне прям хотелось, прям вот я хочу прочитать эту книгу. Либо я мотивирован прочитать эту книгу, ну, потому что, я не знаю, мы там с кем-то спорим, и у меня не хватило вот чего-то вот того, что вот я из какой-то книги могу получить. И я беру, и вот я мотивирован начитать эту книжку, что в следующий раз уже как бы показать себя с лучшей стороны. Друзья, давайте так, никому ничего просто так не нужно. Ты должен пожрать информацию, как обезумевший. Вот так не надо, не нужно себя ни к чему принуждать. Нужно сначала ответить на вопрос, что вам нужно, зачем, а дальше постараться развить свое мышление. Пожалуйста. Не ставьте себе никаких внешних задач, мол, прочитать 100 книг за год. Зачем 100 книг? Почему не 100? Не, ну просто, Владислав, во-первых, у человека может быть реально какая-нибудь в кавычках депрессия или еще что-нибудь может быть, а может быть и не в кавычках депрессия, а вполне настоящая депрессия, вот, и у человека просто вообще ничего не может читать, или у него реально какой-то диагноз его не может читать. Сначала надо разобраться с диагнозом, потом понять, что тебе конкретно интересно, а потом выбрать тот формат Это чтение, в котором тебе удобно, соответственно, это читать. Если ты хочешь вообще читать, если есть какая-то предрасположенность к этому, если ты хочешь там пообщаться с другими людьми, тебе нужен формат, собственно, который тебе приятен. Я, например, большую часть времени проводил в чтении, когда я находился в дороге. А в дороге я находился по 4 часа в день почти что ежедневно, пока я ездил в университеты. То есть просто вот буквально 4 часа в день мне приходилось читать. Плюс я еще читал на переменках, иногда на занятиях читал. Соответственно, когда было сильно скучно. То есть в этом плане были времена, когда я просто очень много читал. Но мое время было организовано как раз таким образом, чтобы мне это было делать максимально удобно. Чтобы мне в целом больше нечем было заняться. А дома я могу творчеством свободно заниматься. Я уже полностью на творчество чистое переключился. Да и книг, которые я бы хотел прочитать, все меньше и меньше, и меньше, и меньше. И я никуда не тороплюсь сейчас с чтением. Я вообще почти не читаю, к сожалению. Ну вот как раз растворилась мотивация, и я стал читать меньше. Читай даже, когда тебе это конкретно заебало. Если вам нужна такая мотивация, друзья, эта мотивация вам не поможет. И чтение книг это не спорт. Насильственно внедренное в душу знание непрочно писал Платон, и абсолютно прав был. И здесь нужно понимать, ради чего вы читаете. Ради того, чтобы быть красавчиком, говорить, что вы много книг прочитали. Это одна история. Тогда можно выбрать только тонкие. Мой совет, переключайтесь, читайте разные жанры, читайте разные книги. Лучший отдых это смена деятельности. Миф номер два. Читай книги и будешь умным. Сенсация. От прочтения книг можно стать тупее. Я в этом абсолютно убежден. Иногда... Ну, может быть и не тупее, но страннее. Можно начитавшись, обрести высокую степень уверенности в своей компетенции, и пойдет, короче. Наша верная интуиция про окружающий мир может оказаться более надежной, чем фантазия какого-нибудь больного автора. Тот же Homo sapiens, мировой бестселлер Харари. Я, конечно, извиняюсь, но с первых страниц, с первых строчек, можно сказать, в нас летит что-то такое. По данным науки, бытие вселенной слепой и бесцельный процесс, полный шума и ярости, но ничего не значащий. Наука. Интересно, что за научные данные объяснили для Ювеля Ноя Харари цель и бытие вселенной... Не, ну если он это не проясняет, конечно, это Харари, да. Харари дал сильно много. ...вселенной, как он определил, что нет никакого смысла, это лишь шум, лишь ярость, потому что до сих пор мне было известно, что ученые не знают не только ничего про происхождение вселенной. Они не... Ну, многое... Они говорят, что многое знают. Знают, как зародилась органическая жизнь. Почему? У них есть теории, так скажем. Теории, которые они считают довольно вероятными. Жизнь зародилась. Спрашиваются, почему законы природы такие? Что там? Ну, здесь бессмысленно спрашивать человека, который физик на самом деле, причем не просто физик, а верующий физик. Верующий физик, который ничего не понимает в биологии, отвечает, как зародилась жизнь за ученых. То есть это плохой авторитет. Это плохая цитата, на самом деле, да? То есть не самая лучшая цитата в данном случае. Особенно, если аргументов в дальнейших не будет. Ну, как бы цитировать специалиста не из той области, в которой он специализируется здесь. А вот. И одновременно с этим, если он не озвучит никакой серьезной аргументации, ну, как бы... Нет. Не сработает это так. Случайно. Да, с другой стороны, даже если бы, даже если бы он был специалистом по биологии и что-то сказал, не факт, что он специалист по той области биологии, о которой он высказывается, что тоже могло бы быть довольно неудобной цитатой, на самом деле. Плохой, но некачественной. А она так получилась. Читаете, и ваша жизнь изменится. В какую сторону, в зависимости от того, какие книги вы будете читать. Друзья, обязательно нужно читать много и читать разное. Нужно читать всегда и все с открытым сердцем. То есть без вот этого я вот... Блин, я, конечно, называю Соболева на совместный стрим, но здесь у него противоречие. То он говорит, что читать надо по наитию души, вот если хочется, не надо себя заставлять. А потом такой внезапно... Вот. В сторону зависимости от того, какие книги вы будете читать. Друзья, обязательно нужно читать много и читать... Обязательно нужно читать много и нужно читать много разной литературы. Вот, обязательно. То никто никому ничего не должен и не обязательно. Через 5 минут... Ну, через 2-3 минуты уже обязательно нужно читать. Честно говоря, это можно было бы выровнять на уровне уже подготовки текста. Редактор, редактор бы Николаю. Хорошего платного редактора, как Александр Шартов, например. Рекламирую услуги свои. Ну, всегда и все не хватит, собственно, читать всегда и все с открытым сердцем. Кстати, уровень открытости — это нормальная тема. Но, как бы, я это здесь поддерживаю, я это немножко другими терминами обычно выражаю. Но если берешься за чтение, нужно проработать свои собственные... Своё собственное, как это называется, предпонимание у герменевтов. Да, герменевтик. В герменевтике это называется предпонимание. Мы всегда имеем некое предпонимание перед тем, как мы знакомимся с каким-то текстом. Вот. И, соответственно, нужно быть готовым это предпонимание переработать. Я, например, в этом плане, я считаю, довольно открытый человек. Просто потому, что я беру книгу, я плохо отношусь к автору, очевидно. Там какой-нибудь Пушкин какой-нибудь, которого я вообще не люблю Пушкина, да. Я вообще значительную часть своих ресурсов трачу на критику Пушкина, как вы знаете. Ну, не столько критику Пушкина, критику Пушкина, как величайшего поэта всех времён и народов, и тем более солнце светило нашей русской поэзии и прозы. Но вот в этом плане я его критикую, да, что не такое уж и светило, на самом деле. Мрачновато нам тут подсвечивает чуть-чуть. Свети светильничек какой-то небольшой. Вот. В общем, против идолопоклонничества выступаю. Но в данном случае, в данном случае, в данном случае, если я обнаружу произведение у Пушкина, которое мне не иронично нравится, я готов изменить своё мнение о нём, у меня будет другое предпонимание по многим вопросам. То есть, опять же, да, и такое случается довольно часто в моей жизни. Я думаю, мои зрители являлись свидетелями чего-то подобного. Ну, очень часто. Я полагаю, у нас такие события происходят довольно часто. Вот, например, я говорю, что какой-то поэт фигня, и вы мне вдруг показываете его лучшие стихи, и я говорю, моё мнение об этом поэте улучшилось на несколько позиций. Вы показали его лучший стих, а значит, что? А значит, он мог писать очень крутые стихи. А вот я, оказывается, из-за школьной программы, из-за своего собственного, ну, нетерпения, из-за просто невозможности прочитать все стихи, которые были у этого поэта, не добрался до этих прекрасных работ, оказывается. Представляете? То есть, я такие ошибки легко признаю. И всем советую. То есть, да, в кавычках, с открытым сердцем. Ну, то есть, иметь определенное представление о собственном предпонимании обязательно. Я вот знаю, я это уже слышал, банальщина. Потому что читать разные книги, это единственный способ избежать у себя синдрома Данинга-Крюгера. Синдром Данинга-Крюгера, это распространенное искажение. Например, человек полгода водит машину, вот только права получил. Но ему уже кажется, что он пилот Формулы-1, и он ездить может вообще где угодно и как угодно. И это связано с переоценкой наших способностей на первоначальном этапе изучения чего-либо. Вот это хорошо видно на графике. И так же происходит, поверьте, и с книгами. Вот стоит кому-то полистать Маркса или Энгельса, и человек может быть буквально придавлен объемом этих трудов. А трудов Маркса и Энгельса написали действительно очень много. А у человека после прочтения может возникнуть... Ну, вообще, еще вот совет считать разное мне в целом тоже нравится, потому что это возможность, по крайней мере, на базовом уровне оценить, что вообще писали. Ну, что писали разные люди в целом. Ну, да, ты не сможешь нырнуть в одного Маркса и Энгельса, потому что, ну, по сути, если ты нырнешь в Маркса и Энгельса, ты там останешься до конца своих дней. Ну, то есть, да, если ты начнешь основательно кого-то изучать, как бы все, пока-пока, ты больше не читаешь разную литературу, ты, скорее всего, изучаешь одну и ту же литературу и смежную с ней. И читаешь исследователей по вопросам этой литературы, вы делитесь с ними разного рода позициями. Вот. Ну, и у вас складывается определенная традиция, и вам в ней уже удобно становится. Короче, это трата очень большого количества времени. И если вас занесло на кого-то автора, ну, случайно вам в руки попал Карл Маркс, допустим. Случайно, ну, скорее всего, случайно он попал вам в руки, и у вас крыша бы на нем поехала, вы любите Карла Маркса и читаете все его книжки. Ну, вы там останетесь до конца жизни. И, по сути, не вы совершили выбор Карла Маркса, а его за вас совершила некая случайность. Вот. То есть здесь все же начитывание разной литературы, в том числе философской, и не только философской, может быть, даже, это хороший полезный совет. Вот. Это позволит вам уже более открыто, более понятно для себя что-то выбрать. Это даже отличный совет для рационалиста, хотя я рационалистом не являюсь. Я, наверное, такой, ну, я не рационалист по-любому. Я не и рационалист, и не рационалист. Я вот здесь никто, соответственно. Я абсолютно сомневающийся человек в данном случае. Но данный совет хорош все-таки. Оценить и тех, оценить других, посмотреть, что здесь, посмотреть, что там, попробовать это все понять максимально, и потом уже, соответственно, думать. И потом уже, может быть, выбирать с точки зрения рациональности наиболее правильную стратегию, наиболее правильные книжки. Вот. Или как-то по-другому действовать. Может быть, нерационально, а как-то иначе тоже уже будете выбирать. У вас хотя бы выбор тогда будет, понимаете? А если вы до чего-то добрались без, так скажем, выбора, или у вас выбор был представлен между двумя пунктами, ну, например, уга-буга, я был христианином, но христианство меня разочаровало, я стал атеистом, и я теперь сижу в паблике атеист, и про чайник Красова рассказываю. Вот так вот, да? Если вот так вот живете, ну, у меня для вас плохие новости. Вы глупый человек, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, очень ограниченный человек. Ну, стратегия Соболева, на мой взгляд, да, как бы там над ним всякие убермаргиналы, там Ежи Сарматы не смеялись, она, мне кажется, довольно правильная. Она даже более правильная, чем у самих маргиналов и Ежи Сарматов. Это стратегия хорошего, широкого продвижения, такого тотального обзора некоторого. Мне, наоборот, нравится, как Николай Соболев, собственно, относится к философии, и как вот он постепенно улучшает свой способ ведения дискуссий, рассуждений. Ведь до этого-то, ну, человек вообще, по сути, ну, как, не особо интересовался разными интеллектуальными темами. И вы помнили, когда он начинал, он просто вот бросался рандомными словами из философского дискурса. Вот просто, просто вот бытие, антология, он просто наваливал, он просто наваливал разные слова. Сейчас, за 18 минут, мы сейчас проходим вполне философскую тему. Он термины практически не наваливает разные. Разные рандомные термины практически не наваливает. Вот за 18 минут, за 19 минут ни одного термина не было такого, чтобы уж прям вот не к месту что-то было употреблено. Вот. Мне кажется, мне кажется, мне кажется, что в перспективе, в перспективе методология Соболева по ознакомлению с литературой более эффективная, более рабочая и более прогрессивная для интеллекта, там, да, для развития человека, чем у того же убермаргинала Ежесармата, соответственно. И вообще много у кого в интеллектуальных интернетах, и не только в интеллектуальных. То есть мы делаем большой, мощный, сочный обзор разной литературы, знакомимся, рассматриваем, ну и уже там как оно пойдет. Короче, слушайте, серьезно, я предполагаю, в некоторой перспективе Соболев имеет хороший потенциал, так скажем. То есть с таким подходом, с таким подходом, еще с усидчивостью его, с просмотром того, такого количества видео, которое он насмотрел, он солидно смотрит. Слушайте, тут уже, уже как бы не самые популярные ребята были, там, Бамбастер, Баумастер был, соответственно. Как вот этого уважаемого человека зовут сейчас? Ну вот слева, я забыл фамилию этого уважаемого человека, собственно, мы его тоже недавно смотрели. Я про него до недавнего времени-то не знал. А Соболев на него уже нарыл, понимаете? Ну, здесь хорошо, он работает, роет, ищет, прорабатывает, продумывает. Это база, это круто. Ну, у тебя ощущение, что он разобрался в сущности нашего бытия. Ведь все научно, Марк с Энгельсом писали, все логично. Вот смотрите, сколько томов. Не, ну и в конце концов, все это проверяется временем. Ну, то есть, да, то есть Соболев-то начал очень поздно, Соболев начал очень поздно всем этим интеллектуальным заниматься, по сути. А Маргинал этим занимался с 16-го, 15-го, 14-го, когда он там поступил. Он до этого был марксистом, как я помню, в 12-м, наверное, году он был марксистом. И где-то вот к году, к 13-му, 14-му он уже начал более-менее какой-то там философией нормальной интересоваться. И вроде у него пошло. Маргинал образца вот того времени, когда он был марксистом, честно говоря, суперумничим не выглядел совершенно. То есть, как бы, прогресс-то он шел постепенно. Он дошел до определенного пика, убермаргинал, а потом у него пошло на спад. Вот. Потом пошло на спад, ну, это после сходочки. Соответственно, пошло сильно на спад все. А Соболев тем временем, ну, использует довольно хорошую методологию, как мне, по крайней мере, кажется. И одновременно с этим, ну, как бы, он только начал. А прогресс уже, ого-го. Респект. Короче. Виноват один только капитал. Глобальный кризис капиталистической системы. Ну, вот Сёдин как раз пример того человека, который читал литературу приблизительно одного типа. А литературу, которая ему не нравится, читал, ну, типа, с таким вот лицом серьезным, злым, да, чтобы, уууу, буржуи злые пишут эту фигню. Эти иерархии, вот эти классы. Эти отношения сегодня исчерпываются определением капитализма. А сама наша жизнь, конечно же, определяется только производственными отношениями. И вот так думают уже веками. За ними истинная, математическая, материальная. Ну, неважно, читал, не читал, тут еще и про дискурсы можно поговорить. Он находился в определенном дискурсе постоянно, да. То есть он поместил свое тело, вот это вот красное, вот это красное тело, вот, поместил, собственно, в марксистский дискурс. Че, Соболев, глоу апнулся? Ну, слушайте, да, мне кажется, опять апнулся. То есть по сравнению даже с прошлым эфиром, где он был у Серафима, здесь, мне кажется, даже еще лучше стало. Пока что мы обнаружили только одно противоречие. Ну, там, буквально через три минуты он просто сказал одно, а потом совершенно противоположное. Ну, это бы, это неплохо бы подкорректировать было, а так все в остальном хорошо. А, солидно. А не духовная причина. Никогда не спешите делать какие угодно выводы под давлением авторитетов, под давлением неких ученых степеней автора. Все успешные фальшивки всегда прекрасно маскируются под истину. Недостаточно просто прочитать несколько книг, важно обдумать, важно вернуться и, к сожалению, важно провести вот эту аналитику. То есть, еще раз, следующий контакт дополнительно идет с этой информацией. Я, например, друзья, поделюсь, я вот когда читаю, я не выписываю, я сразу же делаю фотографии страниц, а затем выписываю отдельные фрагменты из книг в докфайл. Вот, например, мои записи, сделанные в под... Браво. Основательно. Не иронично я делаю точно так же. Типа, стоп, стоп, стоп. Ну, во-первых, я не люблю всякие тупые закладочки. Я не люблю всякие тупые закладочки, да, это самое фринжовое. Главное не цитаты выделять, а аргументы. Тезисы, аргументы выделяем, и вот у нас получается определенная схема текста. Схематически разбиваем текст, делим на аргументы, позиции, там, тезисы, аргументы, и у тебя получается нормальная такая схема, с которой можно работать. Ну, какие-то наиболее сильные позиции выделяем, наиболее красивые, аргументативные, мощные высказывания, боевые. Тоже, вот. И это круто, слушайте. Мне нравится, мне нравится стилистика такая. Готовки к этому выпуску, то есть эта информация перечитывается, структурируется, и ты всегда можешь вернуться к своим выводам. База. Каким-то важным строчкам. Не просто, вот вывод, он интересен, ну и что? А ты должен проговорить вывод, и в чем конкретно он поможет тебе. Миф номер три. В научных книгах всегда правда. Популярная точка зрения. Вот, Валесов. Ну, типа, шо я, да. Шо я, типа, да, он прям взял и разнес. Ну, я же говорю, Соболев за короткий срок проделал такой путь, что я прям восхищаюсь круто. Я думаю, что если книжку написал профессор, историк, например, и если он тем более пишет в своей специализации, то он не может ошибаться. Это полная ерунда. Конечно. Писатели книг, в том числе из областей науки, обожают обсуждать понятия, которые выходят далеко за пределы их дисциплин. Если... Ну, иногда они могут и в своих дисциплинах ошибаться, но это мы уже по-другому оцениваем. Когда они не по своим дисциплинам, так это вообще почти всегда как бы трёп-трёп, трёп малообразованных людей. То есть, слушайте, на самом деле, если вы возьмёте учёного рандомного, вот, и будете слушать его по той теме, на которой он не специализируется, просто с гигантской вероятностью он будет нести такой же бред, как и рандомный человек на улице, понимаете? И на том же приблизительно интеллектуальном уровне это будет звучать. Поэтому слушать какого-то, в кавычках, учёного на те темы, в которых он не является специалистом, ну, это же херня. Ну, и в лучшем случае у нас получится Панчин, который... Ну, Панчин — это человек, как будто бы никогда не занимавшийся никакой интеллектуальной деятельностью, да? Как будто бы, представим себя. Но вдруг пришедший критиковать всякие там астрологии, гомеопатии и так далее, и так далее, и так далее, но он делает это с такой дистанции далёкой. Ему настолько плевать на эти дискурсы, что он даже, ну, с высоты своего полёта он вообще даже не видит, что происходит. Ему просто вот как бы... Он просто всё, я победил, я заовнил, я молодец, как бы, и всё. Он не эволюционирует, он не подбирает аргументы под своих оппонентов. Он просто несёт годами одно и то же, одно и то же без остановки. Вот, вот, блин. Если ты видишь, например, что какой-нибудь биолог начинает вдруг касаться философских тем, например, природы нашего сознания или свободы воли... Дайте, пожалуйста, определение сознания. Сознание — это отображение в нейронных сетях окружающего мира. Стоит очень аккуратно слушать эти фантазии. Блядь, если это... Ха-ха-ха, Шадов с ноги ворвался, блядь. Реально, определение, которое используется в нейронуках, это кринж. Нужно задавать... Бам! Бам-бам-бам! Панчлайн! Ворвался с блядь просто! Блядь! Как же я хорош! Как же я хорош, ребята! Прям горжусь собой, блядь. Это кринж. Ну, определение действительно плохое. Проверочные вопросы, а вот биолог... Процитировал авторитеты, смотрите. Процитировал авторитеты, начало. Блядь, запятая. Это кринж. Точка. Сильно. Билог в этих понятиях точно разбирается. Мне тяжело. У них бесконечное множество определений свободы воли. Или только... Ну, блин, это не лучше. Это хуевая вырезка была. Она просто, типа, громкая. Блядь, если он использует определение, так, крич, хоть бы блядь бы упустил. Убрал бы, блядь, было бы лучше, на мой взгляд. Он оставил, блядь, это грустно. На самом деле. Думает, что он разбирается, а ты... Как же я хорош. Берешь, потому что у него ученая степень. Я Канта, конечно, сдавал, когда я, там, минимум кандидатский по философии сдавал. Но я все забыл, если честно. Я Канта сдавал, минимум по философии, но я все забыл, если честно. Но философия говно, кстати. Но философия, кстати, говно, я напоминаю, да? Философия, там, и не наука, и вообще ничего. И просто полная чепуха, я напоминаю, по мнению Дребышевского. Ну, как бы, вообще ерундистика, как бы, тотальная. Да, поэтому он все и забыл. Вот. Если вы из ученых, которые занимаются в достаточно узкой сфере своих интересов, хотите сделать пророков, вы члены религиозной организации. Современная наука, как бы я замечательно к ней не относился, а я прекрасно к ней отношусь, невероятно несвободно и невероятно догматично. А современные ученые... Научное то, что можно проверить, во что можно потыкать палкой. Расплодис. Блин, с палкой это угарно. Блин, за обидно, что он вырезал именно этот момент с блять, это кринж. Просто блять, это кринж. Там же, на самом деле, такой обзор на Дребышевского мощнейший был. Что вот это тыканье палкой, это вообще не особо про науку. Наука руководствуется критерием фальсифицируемости Поппера. Там вот это вот все. Там же, помимо блять это кринж, там потом такие навороты, собственно, по философии науки идут, которые Дребышевский никогда в жизни бы не отконтрил, потому что, ну там что-то было по философии науки, кант какой-то, я уже не помню. Ну, просто потому что, вот, понимаете, человек вообще не в теме. Он не знает, что такое наука, он не знает, как ее определять, какие подходы к определению есть, какие методы, в принципе, мы можем рассматривать как научные. Он судит о том, что такое наука не по людям, которые исследуют эту науку, да, а по мнению своих друганов местных, вот, собственно, шайки из антропогенеза, по сути. Понимаете, в чем дело? Вот. Разбирают все по частям и постоянно проглядывают целое. Они замкнуты в своей картине материалистического эмпирического мира, который они пытаются исследовать с помощью научного метода, что рождает очень серьезную скованность мышления. Научный метод проецируется на все остальные области. Оригинальные идеи зачастую вызывают насмешки ученых или вообще отвергаются как невежественные. Пишет Франц Деваль, это прекрасный профессор, прекрасный автор, который невероятно точно оценивает своих коллег по научному цеху, которые не всегда настолько объективно и добросовестно следуют этому свободному познанию. Пока моя цитата самая кринжовая из всех, ребят. Это печально. На нее объективности, как принято считать. Типичный ученый, это тот, кто в начале карьеры делает открытие, всю оставшуюся жизнь заботится о том, чтобы все остальные уважали его вклад, и никто бы в нем не усомнился. Ученые тоже люди, они подвержены эмоциям. Мы можем подвести вагон исторических примеров, когда сами ученые игнорируют факты и придерживаются своих субъективных гипотез. Например, насаждение идеи об эгоизме всего живого у биолога Докинза. Это популярный миф Докинза о том, что нет никакого альтруизма в природе, что все только эгоистично, каждая клеточка... Вообще кажется, что природу рассматривать как эгоистичную или альтруистичную до определенного момента не имеет смысла. Для того, чтобы так или иначе что-то было эгоистичным или альтруистичным, мне кажется, необходимо сознание, которое, собственно, осознает непосредственно позиции определенные. То есть это должно быть не просто даже сознание, это должно быть сознание, у которого есть высокая степень... Высокая степень абстрактного мышления для того, чтобы, в принципе, осознать концепты эгоизма и альтруизма, и при этом, собственно, их использовать в своей жизни. Если животное делает что-то полезное для другого животного, это не имеет смысла называть, собственно, альтруизмом. Ученые это называют альтруистическим поведением, но это просто, наверное, никакое поведение. Просто животное, наверное, когда жертвует собой, мы не можем понять, из каких побуждений оно это делает. Ну, например, когда муравей обычный, рабочий, спасает матку, собственно, муравьиную вот эту... Да, мамку муравьиную вот эту главную в этом их, собственно, муравейнике. Что он думает? Что он чувствует в этот момент? У него просто механизм работает? Если у него просто включается механизм защиты, это не альтруизм. У него выбора нет. У нас не может быть альтруизма там, где нет выбора. Не знаю, лимон и крабик, попробуем, да. А ни о каком альтруизме и эгоизме не имеет смысла говорить в той системе, в которой у вас нет выбора. Даже какого такого, знаете, в кавычках, либертарианского, что ли, выбора. То есть, смотрите, если над вами стоит постоянно человек, который пиздит вас плеткой, если вы не делаете кому-то что-то хорошее, да, вы не альтруист. То есть, если на вас надет электронный ошейник, и когда вот бабуля-бабуля стоит, вот тут дорогу переходит, если вы не поможете, вас ёбнет током, при этом настолько больно, что вы потеряете сознание и умрёте, да. Если вы помогаете бабушке в этот момент, ну, по своей необходимости, потому что вас ёбнет током, вам будет очень больно, соответственно. Вы должны помочь бабуле. Это не альтруизм. Это будет альтруистическое, в кавычках, поведение, как это учёные называют. Хотя, что в нём альтруистического? Непонятно. Ну и также, соответственно, если у вас нету выбора, то, что вы делаете, даже полезное для другого создания существа, это не альтруизм. Ну да ладно. Пытается сожрать другую клетку. Эзотерическая церковь Ричарда Докинза, она мало чем отличается от астрологии. Но ещё больше... Еее. ...меров того, как наши светила науки отвергали новые идеи, которые не укладывались в их стандарты, которые потом были подтверждены. Этих примеров ещё больше. Например, непринятие волновой теории света, теории брожения Пастера, теории дрейфа материков. Конечно, можно вспомнить Рентгена, который совершил открытие излучения. И его открытие было названо мистификацией. Так же, как и известная теория Большого Взрыва, была осмеяна учёными, воспринималась как теологическая. А астрофизика Жоржа Леметра обвинили в предвзятости на основании религиозных убеждений. Забавно, что сейчас эта теория Большого Взрыва наоборот используется против верующих. И вот ещё один трагический пример, который быстро приходит в голову. Взрослый нейрогенез учёных Альтмана и Каплана. Эти люди буквально обнаружили, что нервные клетки в нашем мозгу, новые нейронные связи могут появляться даже у взрослых людей. Это открытие очень быстро отвергли. Сказали, что это какие-то вообще не те нейроны. Самих учёных осмеяли. А затем, спустя десятилетия, когда факт взрослого нейрогенеза был доказан, один из авторов Каплан написал книгу о том, как учёное сообщество сломало её. Давайте так, смотрите, редкий господ. Я здесь молчу, хотя на самом деле, ну да, у Николая здесь не самая верная аргументация, черепикинг идёт. Но просто обычно, ну я просто не хочу воевать против, так скажем, своих, потому что здесь озвучиваются тезисы против сиентизма, получается. Не хочу воевать против своих, но это неправильно, это черепикинг. Но просто учёные, когда они говорят, а вот, учёные, а мы исправляем свои ошибки, тоже начинают черепикингом показываться моменты, где были исправления. То есть вот где они там, я не знаю, людей гнобили, унижали, дрочили, мочили и так далее, они вот это не показывают. А где, соответственно, они такие молодцы, и какой-то там один учёный где-то когда-то там такой сказал, ой, спасибо вам большое за то, что опровергли мою теорию, и все такие, какой великий учёный, какой великий, какой крутой. Понимаете? Вот это вот обидно. Да, то есть я здесь не воюю, потому что в целом здесь как бы битва, ну вы поняли. То есть учёные на самом деле в качестве зеркалочки заслуживают такого аргумента. Потому что они сами воспроизводят такой аргумент, тоже черепикинг в свою очередь. То есть с одной стороны черепикинг, мы выбираем худшие моменты, которые делают учёные. Там, не знаю, Соколов, Соколов, не Александр Соколов, а Олег Соколов тоже. Историк. Наука же якобы, история, да? Ну вот. Убил свою, собственно, аспирантку. О! О! Что учёные делают! Вот так вот, да, получается? Тоже черепикинг. По-любому черепикинг, плохая аргументация, очевидно, но мы тоже можем это использовать. Ну как бы... Типа там, где люди используют хреновую, плохую аргументацию в пользу своего подхода, против них можно оборачивать абсолютно такую же аргументацию. И нередко эта аргументация может быть даже более убедительной, чем более серьёзная аргументация. Ну, прям мою аргументацию сложно воспринять, особенно ту, которая претендует на высокую степень серьёзности. Потому что эта аргументация касается разных аспектов теории познания. Люди не шарят за теорию познания. Людям проще посмотреть сказать, «О, учёный обосрался!» «О, учёный обосрался два раза!» «Ой, третий учёный обосрался!» «И четвёртый обосрался!» Обычный человек мыслит вот такими категориями. То есть панчин показывает пальцем «Учёный не обосрался!» «Учёный не обосрался!» «Учёный не обосрался!» «А кто-то другой показывает...» «Смотрите, обосрался, обосрался и обосрался!» Вот так вот. Вот такая простая аргументация, она, к сожалению, работает, да? А хорошая аргументация, более сложная, без ошибки какой-то внутренне содержащейся, ну или, по крайней мере, без такой простой и явной ошибки, она не работает, потому что для того, чтобы ее воспринять, в среднем нужно, ну, как бы внимательно читать, ее нужно обдумать, еще надо в методологии поразбираться, и вообще в теории познания поразбираться, почитать, в онтологии поразбираться, почитать онтологию. То есть сложно, 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 сложно для обывателя. Ну, например, аргумент к индукции, ну, это еще, наверное, самый простой из аргументов, Тот, который я воспроизвожу, и тот, на котором я обычно вот форшу. В науке везде неполная индукция, поэтому доказательства тех или иных теорий просто невозможны. И поэтому невозможно доказать ни теорию эволюции, ни теорию Большого Взрыва, ничего в конечном итоге доказать нельзя по чисто формальным причинам. И можно это просто по пальцам описать, почему с индукцией это не работает. Просто вот на пальцах можно это показать. Вот у вас есть, не знаю, белые лебеди, вы говорите, все лебеди белые, потому что вы видели пять белых лебедей, а потом вы едете в Австралию и видите черного лебедя, опа, а вы ошибались, ваша теория, в кавычках, это не теория, конечно, ваше предположение было неверно, получается. Все, на пальцах буквально можно показать это. А есть куда более глубокие проблемы, которые людям просто так на пальцах, их даже на пальцах не покажешь. Но они тоже обсуждаются у нас здесь. ...му жизнь. А первооткрыватель Джозеф Альтман не смог получить даже штатную должность в университете. При прочтении книг даже от профессоров нужно всегда учитывать ограниченность науки. А если вы слышите, что кто-то говорит... Наука. Ой, вот это наука, вот это научно, а то, что не доказано наукой, того нет. А там, где сверхъестественность, там у меня, конечно же, скепсис. Вы можете про себя лишь ухмыльнуться, потому что сама наука держится на неких естественных установках и аксиомах. Еееее! Еее! Вот это шедовизм внедряется в массы. Вот это шедовизм в массы внедряется. Сейчас будет моя вставка, да? Или нет? Ну, база, база, база пошла, смотрите. Ну, слово «естественная установка» я употребляю. Ну, давайте будем честны. В этом значении именно я ввел в дискурс это словосочетание. То есть до этого в философии было словосочетание «естественная установка», которая по гусарлю, собственно, означает... Ну, собственно, тоже ряд таких вот эмпирических установок, но это немножко не про то, это именно феноменология. Это именно феноменология, здесь другой акцент, а у меня акцент из области убеждений. ...которые никак не доказаны. Напоминаю, наука даже не знает, как возникла органическая жизнь. Социолог Виктор Вахштайн приводит данные, согласно которым вера в науку меньше у самих исследователей, но больше у тех людей, которые наукой не занимаются. Но, например, ежедневно потребляют тот самый научно-популярный контент, где вам расскажут все про все, про культуру, про мораль, про хомо сапиенс на основании открытий науки. Мы всего лишь корабли с генами. Наука. Че там ваш бог-то? Доказан наука и нет? У него палкой потыкать можно? О, блин, он высмеивает Дребежевского. База, 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 база. База, блин, как он хорош, как он хорош, респект. Бога, ну ты не веришь богу, как ты сказал, почему? Он усложняет все. Если мы добавляем ко всему... Сложно, сложно, сложно. ...известному науке еще концепцию бога, так и его же тоже надо будет объяснить. Он довольно непростой. Подобная догма о всесильности науки, которая якобы может объяснить абсолютно все, нужно лишь только подождать, это сцентизм. Сцентизм — это слепая вера, что именно наука может дать рациональные ответы на все вот эти предельные вопросы вселенной. Но определение по сцентизму не мое. То есть тут некий сегмент был прям почти мои цитаты. Прям почти мои цитаты, мало кто именно в таких терминах все это объясняет. А вот это уже не мое определение. ...про сознание, про бога. Он довольно непростой. То есть, на мой взгляд, сцентизм — это такое убеждение, да, вот минимальная степень сцентизма, да, по крайней мере, это тогда, когда человек считает, что наукой, ну, в кавычках наукой, теми дисциплинами, которые заведуют сейчас ученые, должны заниматься ими только сами эти ученые. То есть, вот смотрите, да, например, физикой, как физикой вот этого теоретической, должны заниматься только научные физики с методом вот натуралистическим и, собственно, используя фальсифицируемость там и все такое. Вот именно вот эти люди. А все остальные к этой физике, то есть так называемой натурфилософии, вообще-то до этого, да, до этого это была натурфилософия, вот другие люди, которые могли бы данной темой заниматься, ей заниматься не должны, соответственно, да. Вот эти люди, которых мы называем физики, они авторитетные, крутые, мы им деньги платим, башляем, они молодцы, а всех остальных мы называем шизами и игнорируем, соответственно. То же самое с биологией, да. Биологией, по мнению сайентиста, должны заниматься биологи, то есть научные биологи, не какие-нибудь там креационисты, которые могли бы создать внутри биологии, как дисциплины, свою школу отдельную и развивать креационистическую биологию, разбирать разные факты, которые были бы общими вместе, собственно, с научной биологией, и давать свои теории, конкурировать вместе с этой самой современной биологией и показывать какой-то класс, возможно, может быть. Но эти люди, креационисты, они сейчас от биологии нормальной, стандартной, такой научной, они оторваны, они не могут в нее войти. Есть отдельные, конечно, биологи, креационисты, но это как бы редкость, это скорее исключение из правил. То есть не обязательно, что наука должна объяснять вообще все и заменить всю культуру, да, это уже какие-то радикальные, вот. Это какие-то радикальные проявления уже, да, такого сайентизма, когда мы хотим, чтобы наука была везде и объясняла все. Проблема даже не в том, что она все объясняет, проблема в том, что наука претендует на абсолютную монополию в тех дискурсах, которые на самом деле только одной лишь наукой не могут замыкаться. Та же самая и биология, и физика, и даже химия на самом деле. И огромное количество других дисциплин, они могут не замыкаться на научном методе, на научном мировоззрении. Вот. Есть огромное количество авторов, которые объясняют все это куда шире. Ну как огромное? Не такое огромное, как количество ученых, безусловно. Ученых просто тупо больше, очевидно. Но именно вот конкретно вот этих вот авторов потенциальных, да, могло быть еще больше, которые вот занимаются так называемыми научными дисциплинами, типа биологии, физики, но не со стороны науки, а со стороны какой-нибудь другой философии или какой-нибудь другой религии. И это, на мой взгляд, вот и есть плюрализм, это и есть интересный проект. Хотелось бы посмотреть, как оно будет. Предположение о том, что научный метод обладает способностью открывать истинное положение вещей, является допущением, пишет философ Пол Фейерабинс в знаменитой критике научного метода. Но некоторые ученые всерьез верят, что это именно так. Вы не настоящая наука, вы в архивах не сидите. Все, что не проходит в горнила естественных наук, испытаний, подтверждений, не существует и не наука. А это именно вера. Вера в то, что если разрезав тело, разобрав его по частям, если потыкав в него палкой. В пределах нашего мозга можем потыкать палкой и проверить. Мы не нашли душу человека, или не нашли, например, где находится сознание, то вообще эти понятия можно, в принципе, выкинуть. Вот как об этом пишет, например, профессор истории Харари. Эту книгу читали миллионы людей в России. Раз не находится объяснение разуму, и неизвестно, какую он выполняет функцию, почему бы нам его просто не упразднить? Наука. Популярные опусы Харари и других ученых мы разберем чуть позже. Надо проколопка было. Палкой тыкать надо, и все. А сейчас можно лишь констатировать, что современные ученые оказались в ловушке, скованы рамками своих специализаций. Ну как в ловушке? Это просто их... Это определяет их как ученых. Да, определенная методология определяет их как ученых. Если бы вдруг внезапно эти люди перестали использовать научный метод, они бы перестали быть учеными просто по определению. Но если мы даем определение через метод, понятное дело. Ну вот, и мы можем по-другому дать определение науки, и тогда они не перестанут быть учеными. Ну тут все зависит от определения науки, безусловно, уже. ...и своих же стереотипов мышления о мире. Пока их методы не могут описать... Да не, Соболев крут, мне кажется, он уже панчен и перерос. ...полноте нашу реальность, наши идеи. Вот сейчас будет моя цитата, наверное, где-то здесь. А, вот все, пойдет. Если я опять начну со слова «блять», это будет плохо. Давайте вот сейчас, надеюсь, цитата без мата. ...сложные понятия. Состояние человека и человечества, оно чрезвычайно многомерно. А самих специализаций в наше время стало так много, что доценты, что даже профессора не могут иногда посмотреть дальше свои кафедры. И допустим... ...база, это правда. ...пускают чистый кринж в определении понятий, в которых не пытались даже разобраться. У нас вполне себе такая научно-техническая религия. Все проверяется практикой, просто банально. Узкая специализация нужна для того, чтобы глупый человек мог специализироваться внутри своей специальности и быть там специалистом. Понимаете, в чем дело, да? Ну, я и говорю, что то, что проверяем в эксперименте... Ну, это чуть-чуть было. Это чуть-чуть было. На самом деле, мне не нравится эта цитата тоже, потому что я там нагородил много слова специалист, 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 специалист. Мне не нравится эта цитата. Там, на самом деле, более содержательный ролик был, да. И... Да, зато меня здесь даже подписали, и даже мата здесь не было честно говоря то есть это более репрезентабельно это более презентабельный респект соответственно хорошо вот здесь подписали база кандидат философский наук это я и спрашивать любого современного ученого вы обнаружите абсолютную пустоту под его очень многими убеждениями он в принципе такими правильно просто меняем правда он просто как бы некоторые вещи в науке приняты просто так просто так просто так принято они просто есть понимаете вот они не обсуждаются но бритоком просто есть мы просто выбираем более простые теории но просто так вот решили и что но что-то существует и что дальше постоянно происходит фрагментации раскол всего научного мышления на частности то есть неспособность удерживать целое но я все забыл если честно но почему-то их я все забыл я за честно это нисколько не останавливает от рассуждений на темы политики философии религии меня спрашивают я отвечаю будучи например антропологами или биологами они свободно залезают в любые темы и считают себя некими пророками здравого смысла я ну по большому счету преподаю рациональный подход к бытию и наша задача сегодня я помню я угорал с этого вот и доносить эту истину до непросвещенных масс наука это узкое понимание науки она догматична она религиозно она опасна если здесь такое то можете себе представить что находится внутри литературы вроде путь к успеху как за соболев зарабатывать тонны денег стоп это же сам соболев до фуры лайков простите пожалуйста я был молод я был ю слушайте вот самая ирония не серьезно мне кажется соболев как личность за последний год реально дико вырос реально дико вырос это прям мега круто это прям мега круто и не иронично очень жалко что у него на всех этих интеллектуальных видео у него проседают просмотры потому что но сейчас мы давайте посмотрим почему путин побеждает два миллиона просмотров с нами бог 600 точность 700 тысяч просмотров это видео вряд ли наберет пятьсот тысяч просмотров я я не знаю мне кажется это видео ее 500 тысяч просмотров не наберет. Настя Ивлеева голая, 1,2 миллиона. Вот. 1,2 миллиона просмотров, собственно. Настя Ивлеева голая, соответственно. Интеллектуальное видео какое-нибудь берем, действительно хорошее, интеллектуальное. Ну, про Израиль 2 ляма. Про Пригожина окей, странно, что мало, кстати. Ну, понятно. Ну, короче, 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 короче. Короче. Очень обидно, что такие видео набирают на порядок меньше просмотров, потому что они, на самом деле, наоборот, заслуживают больше просмотров. И Соболев в этом смысле, ну, помните, как Стас Айк-Просто над ним, в общем-то, угорал? Это в те времена, когда, ну, еще можно, когда даже Стас Айк-Просто мог подъебать Соболева насчет разной там неинтеллектуальности, противоречий и всего такого. Сейчас Соболев, мне кажется, уже на просто неземной орбите по сравнению со Стасом Айк-Просто. Стас уже там даже не близко, короче, никогда не догонят такого уровня. Если ты берешь книгу с целью стать лучше прямо сейчас или завтра, как только ты эту книгу закроешь, то она не сработает. Итак, друзья, прямо перед вами книги, о которых мы будем говорить сегодня. Вы можете получить эти книги в подарок. Мы с Алексеем также разыгрываем iPad Pro. Я, например, просто большую часть книг читаю в электронном виде. Так удобнее возвращаться к моментам. Есть какая-то навигация, поиск ключевых слов. Потому что когда ты пытаешься вспомнить, что находилось на 624-й странице, ну, тебе становится плохо. Чтобы получить эти книги, iPad Pro в новой версии сделав шаг к своему будущему, нужно подписаться на мой Телеграм-канал. На Телеграм-канал книги на миллион. Все ссылки будут в описании. Обязательно подписывайтесь на Телеграм-каналы. Итоги конкурса будут подведены десятки. Ну, если они будут снимать разоблачения на видео Соболева, вы заказывайте их мне, я их всех нахуй уничтожу. Ха-ха-ха! Ребята, заказывайте их мне, я истреблю каждого. Соболев теперь наш слон. ...марта. В Телеграм-каналах, кстати, много полезной информации. Книги помогают решать проблему просто иначе. Проблемы никуда не уходят. А вот подходы и решения вот это точно меняется. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. Первая книга на нашем обзоре, вы могли догадаться, это Ювельной Харари Сапиенс. Краткая история человечества в таком вот переплете. Она была переведена на 45 языков. Да прям горжусь. Мы, мы серьезно, мы некоторое время назад еще немножко так подугарали над тем, что О, Соболев на Шадова подписался. Интересно, чего, как, зачем, почему. А через год, но дело не только в Шадове. Дело в том, что он реально основательно подходит к изучению и видео, и литературы, по философии. И все лучше, и лучше, и лучше. Прям, знаете, гордость берет за человека. Можете, можете взять привет, собственно, привет. Можете взять пример Соболева. Можете взять пример Соболева. Вот. Хороший пример. Разошлась тиражом 8 миллионов экземпляров. Такие известные люди, как Марк Цукерберг, Билл Гейтс вносили ее в топ-10 своих любимых книг. Также ее очень любил Эрик Давидович. Хомо Саппенс и Хомо Деус. Брось все, прочитай. И все, кто тебя смотрит, я очень рекомендую всем это сделать. Большой плюс этой книжки, что прочитать ее может, наверное, даже восьмиклассник. Как любая подобная литература, она изобилует большим количеством фактов. Харари рассказывает о том, как наш агрессивный вид распространялся по планете, убивал мегафауну. Вы можете узнать, как наши предки, как Хомо Саппенс и первой формации уничтожали мамонтов, например, как это происходило. Самый известный пример это остров Мадагаскар. За миллионы лет изоляции там сложился уникальный природный мир. Птицеслоны, гигантские лемуры. Много тут разных картинок, много упоминаний разных животных, например, да, вот таких вот существ трехметровых, которые населяли нашу планету. Пока Хомо Саппенс вот этот негодяй не уничтожил сто различных видов еще до аграрной революции. Харари уделяет очень большое внимание разным стадиям, эпохам, особенностям нашего развития. Харари справедливо описывает, что без появления языка, без появления общей мифологии наши предки, Хомо Саппенсы, не способны были собираться, например, в города. Или тем более собираться в целое государство. Социологические исследования показали, что предел естественных размеров группы, которую объединяет обычная сплетня, это около 150 особей. Даже в наше время, например, критический размер группы людей, с которыми ты можешь объединиться посредством сплетни, без общей мифологии или религии, это где-то 150 человек. И все бы ничего, факты действительно очень интересные, их действительно очень много, но Харари очень быстро берет такой обвинительный тон и переходит в наступление. Еще следующий вопрос, а факты ли это, и насколько хорошо они подтверждены. Ладно, ладно. Просто опять же, да, когда речь касается ученых, сиентистов и всего остального, тут еще и с фактами надо быть очень осторожными, они могут выкатить какую-нибудь рандомную статистику, а ты почитаешь статью, и понимаешь, что, ну как бы, нет, это не похоже на факт. Что-то вы как-то это не так, наверное, проверили. Вот вы говорите, что по всему человечеству вот это работает вот так вот, да, допустим. А вы это проверили только на, не знаю, зажиточных американских семью. Может быть, в зажиточных американских семьях в эксперименте не было ошибки, оно действительно так? Возможно, может быть, не исключено, да? Но вот во всех остальных, хз. Соответственно, все проблемы в мире, они от цивилизации. Автор работает в жанре такого, знаете, фантастического хоррора. Он очень быстро разносит по полочкам якобы наш вид хомо сапиенс с позиции антропологического пессимизма, выдавая фразочки вроде «Человек — это серийный убийца окружающей среды». А хомо сапиенс, вот правда, если прочитать... Слушайте, мне кажется, он теперь даже в таком спонтанном порядке термины использует очень уместно технологический пессимизм, или как он там сказал, антропологический пессимизм, база. База, как круто звучит на самом деле. Тут прям, знаете, мне кажется, еще интуиция у него более-менее вырабатывается на употреблении тех или иных слов, что тоже, ну, видно, что человек уже все как бы... Уже смешарик, уже начитался нормально так. Круто. Читать книжку, есть ощущение, что для Харари это некая такая ошибка и валь... Ну, готовил, не готовил, все же «Радкий Гост» раньше, когда были подобные вещи, все равно было хуже. Серьезно, мы смотрели три видео, как, собственно, Соболев был у Собчак, там было плохо. Там было все очень плохо. Потом, как Соболев был на канале Серафима, соответственно, я не помню, Серафим вроде так и называется, там уже намного... Там уже совершенно другой уровень. И здесь, мне кажется, ну, как бы уже все. Он уже смешарик, в хорошем смысле. Он уже готов. Люци, это такие тупые недобоги. Человечество не ставил волку. Просто давайте так, «Радкий Гост». Тупой, неподготовленный, заранее человек сам никогда в жизни не составит хороший текст. Даже если он будет составлять текст, будет все плохо. Понимаете? Понимаете, «Радкий Гост». Вот. Ну, Дашу, я согласен. Мы скорее стадо овец, которое в силу непонятной прихоти эволюции, вот обратите внимание на такие акценты, прихоть эволюции, как что-то избыточное, как что-то несовершенное и губительное, научилось делать и пускать в ход танки и ракеты. Пишет автор Ювель Ной Харари во второй своей книжке «Хомо Деус. Краткая история будущего». То есть он заглянул также и в будущее. Спасибо ему за это. Харари вообще презентует себя как некий такой футуролог, который очень популярно, предсказывает человечеству скорый крах, потому что нас скоро, вот он об этом рассказывает на всех конференциях, захватит искусственный интеллект, вот эти нейросети, вот этот новый разум. Ему не нужно будет посылать роботов-убийц, чтобы стрелять в нас. Он сможет заставить людей нажать на курок, если ему это понадобится. И, конечно, по Харари наш единственный путь спастись от этой катастрофы, это исправить наш бракованный вид, который обитает во вселенной, которая, напоминаю, лишена всякого смысла. В чем смысл жизни? Его нет. И вот поэтому, раз смысла никакого нет, нам нужно разобраться в человеке и буквально разобрать человека по частям. Сейчас истинный в последней инстанции считается то, что организм это алгоритмы. И вот эти механизмы нужно изучить. Сейчас истинный в последней инстанции считается. Так это истинный в последней инстанции или это просто так считается? А люди, которые так считают, осознают, что это истинно последней инстанции просто сразу много вопросов к данному предложению хорари пересобрать и тогда считает хорари мы сможем победить саму смерть каждой технической проблемы должно быть решение бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла то есть дает максимально техно оптимистические ответы книжка очень интересно кстати говоря тем что хорари приводит имена миллиардеров которые поставили себе вот эту цель стать бессмертными людьми например изобретатель рей курсвейл который основал компанию калика ее официальная миссия это решить проблему смерти ни много ни мало интересно да также хорари приводит цитату некоего билла мариса который управляет фондом и спонсируется гуглом если вы спросите меня сегодня можно ли прожить полтысячи лет я отвечу утвердительно после чего ювельной хорари делает очень быстрый вывод что мол человечество на самом деле находится вот в паре шагов от этого технологического бессмертия в общем картина такова равенство уходит бессмертие приходит очень интересно кстати хорари предлагает справляться например с депрессией вместо того чтобы направить людей на некие внутренние метаморфозы на поиск смысла хорари предлагает придумать какие-то супер таблетки и совершить биоинженерию если наше счастье определяется биохимической системой то мы должны управлять человеческой биохимией и я бы с особой осторожностью подходил к этой идее когда солидарен но если есть методы без химии наверное лучше и их использовать чем собственно вот эту вот химическую тему потому что ну как бы я не знаю чё на таблетках сидеть постоянно в этом случае а потом скорее всего будете привязаны к этим таблеткам ну до конца жизни получается эти у человека агрессию и среди нас не станет людей амбициозных мы не будем защищать свои семьи нас не возмутит несправедливость в обществе ведь мы теперь ни на что не злимся эта книжка по-настоящему опасно если вы ее читаете без должной подготовки вот все эти идеи механической пересборка поэтому надо читать много разных книг и поэтому да те книжки которые читают атеисты сиентисты вот эти вот самые попсов и к сожалению большинство адекватных людей даже большинство адекватных реально атеистов которые реально начитанные и серьезные люди есть серьезные начитанные грамотные атеисты да вот даже им эти книжки должны казаться ну полной чепухой все ки вот эти докин за науби научно-популярной книжки докинза того собственно харари вот этот вся фигня от мозга на отсылка тоже тихо рари имеют глубокие исторические корни мир харари это слепая фантазия которая не хочет учитывать предостережение из антиутопии смотри смотришь и и хаксли и напоминает мир фильма эквилибриум где человечество поставила задачу решить проблему конфликтов и войны сжечь и для этого цивилизация как раз таки и совершает эту биоинженерию уничтожая собственную эмоциональность клерик тетраграматон которого великолепно играет кристиан бейл обкалывается нейролептиками будущего и уничтожает всех кто да просто хочет оставаться человеком и чувствовать я абсолютно не утрирую это именно то о чем по-видимому мечтает юльной харари отвергнув какую-либо возможность для внутреннего преображения человечество нахер идиот технологии даша я серьезно и вас исправят достичь счастья путем биологического манипулирования будет непросто так как потребуется кардинальный слом фундаментальных жизненных принципов спасителями недавно фотку своими пальчиками присылал нет и ты не это блин ребят стоп не примите за что-то пошлое он просто при мне что-то показывал в руках своих вот разные пальчики вы разные люди вывела нас из уныния и печали с его помощью я хочу чтобы вы почувствовали эти акценты потому что такой литературой правда много этих идей о технологической модернизации нашего человечества много в культурной среде все они предлагают как-то уничтожить вот эти жизненные принципы чтобы возвыситься до сверхчеловека здесь вы можете уловить некие параллели с известными историческими этапами и все это нам нужно сделать для того чтобы блаженствовать без перерыва homo sapiens будет понемногу себя изменять сливаясь с роботами пока наши потомки не оглянуться и не поймут что они уже совсем не то существо которое написала библию и смеялась над фильмами чарли чаплина конце концов человечество должно убить все живое и сотворить из себя настоящих богов я поставил себе такую цель homo sapiens обретет божественные способности ученые доработают нас до богов и мы сумеем сотворить рай на земле взять что люди которые поддерживают очень технический прогресс люди которые абсолютно религиозные по своим основным целостным обращайте внимание вот так и есть вот сейчас вахштайн был уместен вполне по крайней мере в данном случае да не интересно за этим наблюдать как у таких авторов встречается религиозная риторика и встречается она буквально постоянно слово бог слово рай упоминается в homo deus примерно столько же раз сколько слов о модеус лол таком одеус называется роботы например это очень интересно потому что формально мы говорим о том что мы атеисты это очень важно мы говорим то что мы самые рациональные атеисты в мире но все в нашем есть дискуссия кстати ащелин же он только не дат наверное сейчас просто мне написали что я кандидата ащелину не написали что он кандидат мне казалось что он кандидат не вижу не просто эксперт видимо не вижу не вижу не вижу не вижу не вижу ну если контакт щелин я не вижу это бы быстро высветилась наверное трудно и полностью религиозно наших потомков будут свои слабости как у зевса и индры но они будут любить ненавидеть созидать и разрушать с куда большим размахом у нас получилось получится и у тебя я не знаю осознает ли это сам харари но он является среднем легко найти шуя но то есть лазарева мы того же нашли что у него кандидаю что он кандидат и мою кандидатку даже нашли настоящему видным представителям вот этого меха ну где у меня здесь на стриме написано что я кандидат давай братишка давай покажи мне даже в описании данного видео не написано что кандидат правильно вроде не написано не не написано смотри смотри-ка не написано не написано что кандидат наука я кандидат наук представляешь мистического взгляда на нашу цивилизацию которую срочно нужно реформировать потому что мы такие плохие эта идея имеет очень глубокие корни декарт философ начала семнадцатого века первым выдвинул идею деизма это кстати балмейстер вообще доктор вроде бы балмейстер вообще как бы доктора если не ошибаюсь философских наука ему просто ничего не написали вроде бы и деизма заключается в том что бог существует окей бог это великий часовщик мы благодарны конечно творцу за то что он мир запустил установил в нем законы но на этом собственно все бог оставил нас постулирует декарт поэтому думать о нем не обязательно мы сами вправе как угодно этот механизм мастера вставлять до вставляет но вроде нигде не подписал что бомбастер хотя вот здесь физик написано вот здесь полная как я понимаю уважение короче он центирует бомбастер она делает это без уважения как бы сейчас я посмотрю так ну ладно в любом случае спасибо собирать открытие кеплера галилея и коперника вдохновили реформал спасибо прям круто аторов которые решили что аналоги физических законов ньютона мы найдем везде да ньютон очень вдохновил людей люди решили что они могут такую же красивую математическую формулу найти в нашей морали в нашем социальном поведении и установить это поведение как нам надо чтобы вот этого рая как раз достигнуть главное лишь преодолеть то неправильное я которая нам навязала текущее неправильное общество уже через столетия эти смелые идеи о возможности и необходимости пересборки нашей цивилизации нашей природы пускают свои корни в эпоху просвещения тогда же появляются первые идеи сверхчеловека робота философ канзельяк начал сравнивать теперь человека робот сильно человека с чувствующий статуя мыслитель кандарса фантазировать на тему сверхчеловека тогда же люди очень похожие на самом деле на ювале но и харари пишут свой корпус священных текстов как нам нужно вот все это пересобирать как нам нужно себя вести это известная энциклопедия дидро и аламбера как у каждого движения у него до аламбера да аламбер д запятая верхняя до штрих аламбер свой комплекс священных текстов это был крайне амбициозный проект такой многотовник очень большой которые вообще-то его создатели воспринимали не иначе как антиевангелия эти книжки по сути первую википедию нужно было читать обычным людям для того чтобы стать умными вести себя исключительно рационально а тех кто был против новой свободы сверхчеловека планировалось конечно уничтожить ой точнее принудить к прогрессу простите и бесконечные потоки крови непрерывная работа гильотины поверьте вот почему не стоит обольщаться вот этими идеями бессмертия харари в этом бессмертном мире окажутся далеко не все а скорее люди с миллиардом на счету вы уже можете встретиться с кем-нибудь бессмертным по крайней мере на уолл-стрит или на 5 авеню пишет харари место для всех явно не хватит любой твой частный интерес это потенциально вредный эгоистический интерес и поэтому все должно быть силой подчинено общему благу которая что правильно определит элита интеллектуальная элита франции 18 века также ставила себя на место создателя умники вроде харари считали абсолютно искренне что сломают иерархии сломают природу и построят свой земной рай который не зависит от бога а зависит только исключительно от действий воли человека и что сделали как вы думаете эти умники из 18 века когда разрушили религиозные институты они сделали то же самое что делают всегда в таких случаях они построили свою собственную религию лол по факту такие возле собора парижской богоматери появилась модель горы с храмом философии на вершине рядом с ней горел факел истины авторы культа убили всякую надежду на загробную жизнь написав у ворот смерть есть вечный сон конечно у культа была своя богиня это такая красивая женщина в красивых одеяниях ее носили на руках по улицам парижа затем приносили к этому храму разума и ставили прямо посреди бюстов вольтера и руссо и все бы ничего но культ приказал долго жить когда его лидеры были казнены который основал свой культ верховного существа и стал первосвященником этого культа жизни этого культа тоже оказалась очень короткой потому что рабеспьера тоже казнили и хоть он не воскресал идея рая на земле вот эта идея механизма который можно пересобрать как нам хочется оказалось очень живучий и вот умников вроде харари и вот таких вот идей было действительно очень много все они постулировали необходимость разрушения институтов древности иерархий в целях достижения научно-прогрессивного человеческого состояния каждый из и шея и вообще хочу пригласить на совместку в любом формате каком ему удобно честно говоря вообще было бы очень круто если бы у меня с ним было какое-нибудь интервью ну как бы либо у него на канале прям даже желательно или что-то вроде того или на работу к нему на канал напроситься тоже было бы круто для редактуры корректуры может быть сотрудничество вот в таких вот цветов таких вот видео например я хочу реально попробовать было бы было бы классно было бы интересно тем более если у меня цитирует и прям не просто цитирует ну вы поняли было бы круто попробовать я прям размечтался даже тех идей имела жесткое религиозное основание не зря люди в советском союзе стремились в коммунистический рай нас коммунизму это язык со своими святынями предателями сквернителями то есть вот эти все подтверждать на земле коммунизм клянемся эти словечки встречаются не случайно это настоящая вера либо в евгений куда либо в диалектику либо какой-нибудь там науку с помощью которой можно апгрейдить человека до сверхчеловека мы в состоянии победить смерть не дожидаясь 2 мне нравится что он сейчас критикнула только концепцию такого научного сверхчеловека обсуждает и не упоминает ницше это хорошо ну типа вы понимаете да он чувствует контекст он не пихает сюда ницше и вроде не пихнет это правильно то что контекст другой то есть не шанский сверхчеловек это вообще про другое и соболев это чувствует и нету его про пришествие пишет харари с этим вполне справится парочка лабораторных гиков эта идея культа человека культа вот этого механизма который нужно пересобрать приводила каждый раз к ужасным последствиям вы спросите а что плохо в идее харари вместо стремления к чему-то хорошему что нас объединяет предлагается искусственная внешняя неживая реформация которая конечно должна быть проведена в строгом соответствии с атеистической верой с теми субъективными представлениями реформаторов о совершенстве будь то просветительские коммунистические или либеральные идеалы и нужны нереальные народы с их культурой а им нужны народу унифицированный под устав это секта а того хуже идеалы трансгуманизма где отрицается не только вера в бога но даже вера в возможности человек к преображению которого предлагают пересобрать как надо нас буквально предлагают напичкать какими-то новыми лекарствами после того как в нас потыкают палкой игре полка тыкать надо еще один блин 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 как он эту палку форсит блин как же он хорош ну вообще много кто и форсил это это круто что он палку форсит дробишевского что-то реально ну как бы дробишевский сильно тогда поднасрал себя но это прям это было это был очень нехороший ход с палкой после чего принудительно пересоберут во имя вообще зря он с хлопотиным пошел дискутировать к сожалению тейки хлопотина вообще практически не озвучены вообще кстати сандро его там нет там в основном смотрите там в основном но критика дробишевского высказываний вот строкных свобод прогресса науки или равенства как всегда происходит в таком случае это истинная и религиозная цель тех высокомерных глупцов которые не просто судят нашу историю они хотят определить цель истории фанатично верят что вот они нашли ключ к нашей природе мы понимаем эти истинные интересы мы понимаем как оно должно было бы быть если бы эти люди не были бы такие испорченными и да совсем скоро нормы морали можно будет записать в какую-нибудь новую энциклопедию как считает другой известный автор публицист сэм харрис эту позицию он отстаивал на известных дебатах с джорданом питерсоном сэм харрис автор книги моральный ландшафт полагает что мораль будущего будет прописано виде неких практических рекомендаций исходя из выводов науки и эта система ценностей должна основываться на чем-то реальном ария кстати моральный ландшафт это не отсылка на ютковского с его ландшафтами картами и территории нет она по его мнению только то что доказуем классическое заблуждение которое основано на том что без веры во что-то высшее во что-то общее совсем не наука гадость какая люди просто могут вести себя рациональные гуманно потому что так надо и что просто достаточно им объяснить как надо и они сразу начнут это делать это же самоочевидно еще раз задумайтесь о каком рациональном подходе а какой рациональный пересборки всего мы можем говорить если ученые до сих пор не могут понять откуда сознание но это сложно что вы копировать собираетесь откуда вселенная откуда законы откуда жизнь откуда идеи откуда язык разум способность познания творчество способность синтеза что есть время что есть пространство существуют ли они вообще что вообще знания существовать для многих ученых не прояснены основания самой науки просто правильно базу ну потому что как говорил классик дробышевский но я чё-то там изучал когда-то там философия науки а потом забыл какая-то ерунда там какой-то кант конд кунт блять и как скуф скунд блять и все ну понятно да хорошо но поэтому не прояснены может всем плевать на философии науки потому что она плохо преподается в университетах потому что даже самим преподавателям плевать чем другой популярный автор роберт сопольский автор книги биология добра и зла с этим бы не согласился он давно определил смысл цель нашего существования спойлер ее не существует как и нашей свободы воли так свободы воли тоже нет сопольский профессор университета очень популярны в интернете написал по мнению гардиан главный труд своей жизни в отличие от профессора харари информация здесь далеко не самая общая и вызывает интерес сама структура этой книжки сопольский изучает поведение человека на основании работы нейронов мозга за секунду за минуту за час за день до происходящих событий за месяц и даже за годы если ваше детство прошло в спокойной обеспеченной семье у вас меньше шансов стать убийцей как и стоп шансов меньше уметь шансов ты не знаешь что все предсказано нет и процессы происходят в оттопает это не значит что все детерминировано нашем организме например за секунду до того как вы нажали на курок или прямо в человека похоже мы обнаружили где в мозге расположен центр агрессии стало ли это результатом детской травмы лобной коры ли может быть у вас просто пмс вы не ослышались запольский приводит случай с энди кредок это женщина которая была осуждена 30 раз за разное мошенничество и даже за убийство так вот ее адвокаты смогли доказать что даты убийств очень жестко совпадали с днями месячных из ее дневнику полностью оправдана просто ну меня были месячные а а ну все ну значит все хорошо простите уважаемые зря 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 было жесткое состояние аффекта видимо ов женщине буквально смогли скостить срок квалифицировав дело как убийство по неосторожности небольшое количество женщин испытывают пмс такой силы что их поведение можно квалифицировать как психотическое и суд обязан принять этого внимание книга правда раз а почему эта женщина у которой пмс соответственно на приблизительно знает когда у нее пмс почему она вообще на люди тогда выходят с пмс если она реально опасная она знает что она опасна это наверное не впервые такая фигня же происходит не несет ли человек ответственности вот за такие собственно вещи ну ладно интересно она вызывает большой интерес допустим ты периодически можете реать терять над собой контроль но если ты понимаешь когда это происходит если происходит систематически и более того ты даже да ты знаешь чуть ли не там до цифры до чуть ли не до дня под соответствующего то наверное как-то за это должен отвечать тоже много специальных терминов но если вы действительно хотите изучить как триплеты нуклеотидов кодируют белок формируя днк в строгой последовательности вам расскажут подробно и конечно современная литература как всегда изобилуют массы разных экспериментов и интересных примеров например сапольский рассказывает про эксперимент уолтера мишелла суть в том что перед разными детьми клали зефирку всего лишь одну зефирку многие из вас слышали про этот эксперимент то есть перед детьми клали зефир и говорили что если вот 15 минут ребенок будет смотреть на зефирку но не съест ее этому ребенку дадут еще одну зефирку с некоторые дети съедали сразу же некоторые через пять минут другие дети могли контролировать свои эмоции могли подождать не жрать сразу же зефир и интересно тут конечно другое пятилетние победители в зефирном ожидании получали в среднем лучшие отметки на выпускных экзаменах были более общительными их поведение отличалось меньше агрессии внимание уолтер мишелл следил за результатами эксперимента и за своими подопечными на протяжении 40 лет через 40 лет наиболее успешными стали именно те дети кто смог подождать вторую зефирку книга интересна тем что она буквально вот вы провели эксперимент этот буквально на но при этом кто более успешен и а я видел николая соболева как бы я не знаю я не знаю как куда там более успешнее более успешнее тоже быть самим николаем соболевым как мне кажется еще более успешнее тоже путином быть соответственно и знаете есть если такая уже градация шадов которого цитирует николай соболев быть николаем соболевым и быть путиным понимаете вот 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 такая градация выше просто некуда видимо соболев и пучин они не взяли зефирку а шадов такой сразу взял и все равно норм кричит человек следи за своим ментальным здоровьем вот каким последствиям могут привести разные повреждения лобные коры разные увеличения там миндалины еще каких-то отделов мозга можно прочитать здесь они эти повреждения очень сильно влияют на ваш выбор короче это наши миндалины далее серьезно успех 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 я рад есть получится закрепить соболев действительно согласиться на какое-нибудь сотрудничество ну собственно вообще будет идеально прям прям наша жизнь и стримерская может резко измениться я обещаю вам стримить конечно ребят но реальная ситуация может несколько поменяться и созданием книжек по философии науки например и со многими другими аспектами так что google круто шадовку может даже под москвой построим миндалина это страх это тревога это агрессия нейронауки действительно сделали огромный шаг потому что благодаря от сапольски благодаря таким автором мы гораздо лучше можем понимать те подсознательные автоматические акции которые как бы могут опережать наше осмысление мы как хомо сапиенс очевидно относимся к миру природы как и вероятно к миру свободы и вот здесь мы с собой сообщение утонет скорее всего я почти уверен что она утонет на хрен в комментариях 692 комментария мое сообщение вряд ли поднимется когда-то вы вряд ли на лайкайте 155 лайков понимаете 100 лайков вряд ли 56 не на лайкайте 41 не на лайкайте 71 даже не лайкните я думаю то есть мы мы очень на дне будем ты чё за комменты круто но нормально ведь позитивно круто ну ладно вы лайкните все 45 до сейчас все заканчиваться будет и мы будем писать комментарии в конце как бы все свалят расходимся при вы что же свобода воли уточню сразу один момент я не то чтобы скептически относился к свободе воли и ладно давайте попробуем чем написать и слушать во давайте напишем а давайте напишем с вас лайки как говорится мы посмотрели большую часть ролика просто потом я думаю зрители у нас сольются но сейчас просто зрители уйдут многие концу я уже думаю поэтому давайте пока есть люди так николай огромное спасибо за так цитирование видео мы так и мы зрители оцениваем данный контент контент крайне позитивно приятно смотреть на то как человек стремительно прогрессирует так николай огромное спасибо за цитирование видео я и мои зрители оцениваем данный контент крайне позитивно приятно смотреть на то как человек стремительно прогрессирует про прогрессирует считаю и возможно философскую литературу так если что есть ошибки вы меня это под это подсекайте так николай огромное спасибо за цитирование видео я и мои зрители оцениваем данный контент крайне позитивно приятно смотреть на то как человек стремительно прогрессирует читая всевозможную философскую литературу так особенно приятно приятно видеть как некоторые мои тезисы особенно приятно видеть как некоторые мои тезисы и аргументы демонстрируются перед достаточно большой аудиторией возможно так так окей приятно два раза приятно мне не нравится особенно как приятно смотреть как приятно заменить здесь интересно наблюдать затем на вот так интересно наблюдать затем как человек стремительно прогрессирует считая всевозможную философскую литературу особенно приятно видеть как некоторые мои тезисы и аргументы демонстрируются перед достаточно большой аудиторией так желаю николаю дальнейших успехов и прогресса особенно здорово так не говорят вроде желаю николаю дальнейших успехов и прогресса на поприще философии так желаю николай дальнейших успехов и прогресса на поприще философии Че еще сделать? Че еще поднаписать? Соперизор большой аудитории В кобочках и не только мои И не только мои Желаю Николаю Дальнейших успехов, прогрессия на поприще Философии Возможно Освещение Типа, блядь, это кринж Ты не про то Дальнейших успехов, прогрессия на поприще Философии, возможно Освещение Возможно, публичное освещение Публичное освещение Таких тем Так, возможно, публичное освещение таких тем Может Породить Достойную Дискуссию Публичное освещение Таких тем Сможет породить достойную дискуссию С сторонниками Саентизма Возможно, публичное освещение Таких тем Сможет породить достойную дискуссию со сторонниками сайентизма. Сторонниками сайентизма. Окей, точка. Так. Возможно, публичная сфинитетия может пройти достойную дискуссию со сторонниками сайентизма. Так, еще раз. Что-то желание... Все. Нормально? Нормально, ребят? Пойдет? Солидарны? Все? Хватит? Отправляем? Слушаю мнение моих зрителей, уважаемых. Господа, отправляем. Готовы лайкать? Вячеслав подтвердил Шуе. Согласен или что ты хочешь? Шуе. Твоя инициатива была? Давай. Твоя инициатива проверяй. Палина тоже. Сейчас будем, ребята, лайки. Лайки вас попрошу туда закинуть. Сейчас отправлю. Шуе только ответит. Шуе. А лайка еще нет. Шуе, ну, господи. Черт, шуе черт, короче, я считаю Шуе нас предал Ну, тезис, блядь, это кринж Это смешно, я согласен Так Ладно, все, шуе идет нафиг Оставляю комментарий Дамы и господа Прошу вас отыскать мой комментарий И лайкнуть, другие не лайкать комментарий Потому что мы хотим вывести пост чуть-чуть повыше Чтобы Николай его увидел, и кто-то еще его увидел Соответственно, да Наша цель, наша цель подняться выше Вот Чем больше лайков, тем лучше Более того, сейчас давайте вот так вот Я здесь еще напишу Так Друзья, если Не лень Лайк Лайкните Мой комментарий Под видео Это Поможет Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Так, раз И давайте попробуем То же самое сделать в ВК Ну, я надеюсь на вашу поддержку Я надеюсь на вашу поддержку, соответственно, ребят Да, офигенно на русском пишу Красавчик Спасибо, ребят Что же я не могу нормально все это ввести Окей Ну, искренне надеюсь, что это поможет Поехали Что ее не существует И да, обществу придется меняться Спасибо Рассказывает, что свободы и воли не существуют А зачем еще смысл биологии, в чем, да Вы думали в том, чтобы понять Глубоко, значит, внутренние биологические проблемы решить? Нет Не знаю, родкий гост Это вопрос о свободе воли Миф гласит о том, что в 13 лет Сопольский неожиданно понял, что свобода воли не существует А потом подтвердил этот свой вывод, уже изучая нейробиологию Этот вывод он везде озвучивает Он целую книгу про это написал, вот недавно вышло И Сопольский упорно на всех подкастах пытается доказать, что ни одного человека на самом деле вообще ни в коем случае нельзя судить Боже, что же мы натворили? Ведь наши поступки, поступки Homo sapiens в том числе, подчинены строгой причинности Ты буквально работа нейронов То есть свободных решений ты не делаешь от слова совсем То, что сейчас мы называем свободой воли, через 100 лет, а может и через год, окажется чем-то биологическим Мы просто биороботы, а вот то, что мы называем свободой, это на самом деле иллюзия свободы Потому что мы не видим просто всех причин И все вот эти нейроны в головном мозге, они как бы друг за другом реагируют Короче, ты не человек, а иллюзия Мораль без свободы воли не мораль Общество без свободы... Ну, мораль без свободы воли не мораль, здесь я не согласен Стойки могли эту решить проблему Мой комментарий под этим постом Максим, лайкните мой комментарий, будьте добры Тоже Продвигаем мой коммент там, собственно Спасибо, ребят Эта идея опасна, Сапольский, к сожалению, не... Блин, Максим, мы шадоу по КД пальцы вверх ставим Никак не рассматривает и не может на самом деле рассмотреть научно природу нашего сознания Он никаким образом не рассматривает все предпосылки, которые могли привести вот к этому трансцендентному миру идей Профессор Сапольский рассматривает природную причинность, и в этом он преуспел Как биолог, который полжизни наблюдает за поведением бонобо и проводит классическую параллель между животным и человеком Но мы не бонобо, и вот эту разницу, к сожалению, биологи очень часто не понимают Спасибо, ребят Вот Да, несколько отсылок, даже штук пять вроде Вроде даже пять ссылок на меня есть там даже Кайф Животные руководствуются инстинктами Животные руководствуются Жаль, ссылку на канал не указал, но мы пытаемся это, так скажем, исправить То есть мы сейчас пытаемся продвинуть комментарии чуть выше, которые я написал с благодарственным Ну, на самом деле, действительно все круто На самом деле, действительно все круто Ну как все? Тут можно было бы повыеживаться немножко, конечно Особенно с позицией Сапольского, о котором я пересказывал Но я не фанат Сапольского, поэтому, опять же, защищать не буду Я, кстати, не знаю, может или нет Точно не может? И нужно бесстрашно идти вперед И вот в чем отличие Собака не может прислониться лапой к раскаленной решетке и выдержать боль Потому что надо Ну если мы ее научим, может Надо выдержать боль Мы можем ее, скорее всего, научить Ну тут Соболев немножко, наверное, неправ Мы можем дрессировать собаку, чтобы она это сделала С людьми тоже мы можем так поступить Но здесь не лучший контраргумент, на самом деле Тут слабовато Вот тут прям слабовато У животных нет такой категории Нет понятия Нет такого надо Это модная идея нынче, что мы как животные Поэтому давайте будем проводить параллели Ведь мы похожи на животных И в этом я отчасти согласен Но вы заметили, что мы несколько отличаемся от животных? Есть небольшая разница, да, в нашем поведении? Как-то иначе мы ведем себя Мы пыни, товарищи, как думаешь, что он такой, как бы, венец эволюции? Мы не просто венец творения Мы можем сами творить А животные творить не могут А знаете, как я понял? За все существование животного мира Это несколько миллиардов лет Мы не смогли зафиксировать ни одного оставленного ими творения Бинго! Пацаны рисуют, не? Ладно Партина, например, первый наскальный рисунок Найденный в пещере Аполло-1 в Южной Африке Которому 27 тысяч лет Требует символического осмысления Слушай, а вдруг это животное нарисовало? Ну ладно, я просто не знаю, что мы взяли, что это люди Человек может кодировать реальность в символах Он может буквально выражать все через все Посредством свободного абстрактного мышления Вот, допустим, эта книга будет обозначать мой выпуск Мы можем подумать Но мы в целом не знаем Мы в целом на самом деле не знаем Насколько животные имеют похожее вот это мышление Нам вообще трудно это представить себе Ну да ладно Если вы задумаетесь Вообще что угодно Мы можем выражать себя и реальность через творение Потому что мы осмы... Ну здесь Николай просто воспроизводит наиболее банальную аргументацию от... Да, он больше на нормисов направлен, это правильно И он больше походит на аргументацию верующих Но это не лучшая аргументация То есть это не лучшая аргументация Соответственно Она такая, знаете... Мыслили себя Некоторые животные вроде собак, слонов и обезьян Действительно могут узнать себя в зеркале Но чего животные точно не могут Это осмыслять себя в категориях прошлого Будущего И тем более в категории вечного Сознание с его возможностями Несопоставимо с параметрами нашего физического тела Потому что... Кстати, 21 лайк накидали уже неплохо И кстати, вы друг друга тоже лайкайте, ребят Выкидывайте лайки друг другу там Каждый, кто написал, должен получить по лайку Максимально, блять, разгружаемся и повышаемся Лайкаем не только мое сообщение Но и сообщение всех, кто там Это тоже повысит Градус Это сознание может говорить на одной волне С фундаментальными структурами реальности Познавать их И, конечно... Что реально за куколы там? Это что за дичь? Рожать сложные понятия в виде символических систем Животные не могут создавать символические системы Ну мы не знаем, могут они или не могут создавать символические системы Но язык такой, как мы, они не создали Мы не знаем, как они общаются досконально Есть вроде бы какие-то авторы, которые изучают общение животных Мы не имеем понятия о том, насколько это символическое общение по факту Так что, честно говоря, честно говоря Да, алфавита у животных, судя по всему, нету Письменной речью они не обладают Но не пишут они, короче Это правда Но речь-то не... Дело-то не только в письме Знаете, как мы поняли? Ни одно животное, ни один вид о себе до сих пор не заявил никак Я очень люблю животных, но ни один вид ничего не создал Ничего не нарисовал И не... Ну как? Нарисовал и нарисовал Не, согласен, что я согласен Это нормально Для начала это нормально Для вступительного видео это хорошее видео Вот На самом деле у меня даже проблема Потому что я сразу начинаю где-то вот с середины То есть для того, чтобы добраться до той аргументации Которую я провожу Уже необходимо неплохое такое образование, как минимум Надо быть человеком одновременно неглупым и начитанным Одновременно Да, то есть должно очень много факторов совпасть Еще начитанным в правильную сторону И только потом можно приступать Как бы к ознакомлению ко мне К моим текстам А Соболев, он берет и озвучивает Наиболее понятные аргументы Хотя многие из них не самые хорошие, правильные Да, 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 Максим, правильно Гнездышки украшает Там всякие ракушки Там тоже животные иногда расставляют Еще какая-то ерунда бывает То есть на самом деле Соболев Ну формально Формально, формально Да, картины животные не рисуют В прямом смысле этого слова Но какие-то другие Интересные вещи Немножко бесполезные скорее Делают 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 Моговато у Соболев дизов Потому что Потому что сиентисты Злые, злые сиентисты Против аргументации Против их великих кумиров Вот Ну, рыдкий гост От видоса к видосу Иногда прям бывает очень сложные Ну, иногда простые Ну, средние Иногда средние скорее Преобразовал Например, одну энергию В другую энергию Для чего требуется Сложность Например, про фальсифицируемость Далеко не каждый может понять Так скажем, аргументы Вот Проблема с аргументом К фальсифицируемости Заключаются в том Что сиентист В среднем Он наковыряется в носу И он не понимает Что фальсифицируемость Фальсифицируемость Что? Куда? Фальсифицируемость Фальсифицируемость Вы как бы понимаете Человек У него не было философии науки Он не понимает О чем речь В среднем И Как бы Тут даже вроде бы Не самые сложные аргументы Оказываются сложнейшими На самом деле Просто по той причине Просто по той причине Что люди Ну как бы С терминами даже Такими не знакомы Какая-то там фальсифицируемость Ну Панчин где-то Когда-то сказал Фальсифицируемость А Панчин говорит слово Фальсифицируемость Просто по приколу Он даже не знает Что там у других философов науки Фирабанда Там кверх ногами Прочитал пару раз И все Как бы Ну для него это норма А Драбышевский Так и Фирабанда не читал И Попера даже Наверное не читал Что уж тут говорить О Драбышевском В том же Нужный синтез идей. Обезьяны могут использовать рычаг, это правда. А слоны могут использовать табуретку, чтобы, например, достать виноград. Но только человек может создать... Ну, пацаны, потому что вы еще и друг друга налайкали. Я же вам сказал, что делать. Вы молодцы, мы молодцы. Я вас люблю, ребят, спасибо. Лук, только человек до этого дошел, потому что в создании лука нужно преобразовывать одно через другое. И то, что мы можем так делать, является результатом свободного творчества. А свободное творчество является настоящим уникальным чудом. И это не количественный рывок, это качественно иное. А ведь здесь в нас существует некий парадокс. Наше тело, конечно, смертно, но сознание парадоксальным образом превосходит возможности материального мира. Стабильная работа тела, стабильная работа мозга действительно влияет на наши поступки, и здесь Сапольский прав. Пока мы бежим в туалет, мы не особо свободны, да? Хотя даже так мы можем сопротивляться, если зададимся такой странной целью. Ведь мы не объекты природы, которые слепо подчинены природным причинам. Мы субъекты, которые каким-то образом могут выражать цели, могут определять цели с помощью категорического императива. Именно это рождает наши ценности. Мы можем умереть, но не... Ну, видос я лайкнул. Лайкайте тоже, да, конечно, лайкайте. Лайкаем, смотрим, наслаждаемся. Николай молодец, Николаю респект. Слушайте, то есть, опять же, при всех таких вот небольших косяках, на которые мы указываем, и по всех там недомолвках, там указания, что этот аргумент слабый, не слабый, это хорошее видео. Это реально хорошее видео. Дело даже не в том, что Николай, ну, схожую с моей позицию озвучивает. Он озвучивает ее неплохо. Вот так вот. Можно лучше, и вы здесь за этим, как бы, вы на моем канале за этим, чтобы можно было еще лучше ее высказать, да, еще более аргументативно, опираясь на разные философские, научно-философские разные вещи и на прочие другие. Да, вы здесь за этим, ребят. Вот. А для популярной аудитории вообще идеально. Я даже, я даже более того скажу, я так упростить не смогу. Вот. Никакой метамагии, никакого спекулятивного снятия. Идеальное видео. Отлично используется терминология, Максим. Вообще без ошибок на этот раз. То есть, вот пока что все это видео, это хороший интеллектуальный контент, который мы реально заслужили, на самом деле. Вот. Вот. То есть, это, это уже следующая ступенька. Это и уже следующий уровень, ребят. Смотрите, смотрите, какой прогресс. База. И вот на это не способно ни одно живое существо. И сравнивать мораль человека и обезьяны, как любят делать приматологи в своих книгах, некорректно в принципе. Мораль – это правила, которые ты не только осознаешь, а которые ты можешь устанавливать, а можешь даже менять, а не те правила, которые ты не осознаешь и просто слепо им подчиняешься, потому что они есть. Животные только хотят, а люди имеют второй уровень. И не просто хотят, а спрашивают, стоит ли мне желать этого желания. То есть, они оценивают свои желания. Ну, конечно, если мы найдем когда-нибудь группу шимпанзе, которая вдруг неожиданно действует радикально иным образом, в тех же обстоятельствах, что и другая группа, без объективных на то причин, вот тогда мы тут же закричим «О!» Сколько же мы не знали! Например, если внезапно одна группа шимпанзе начнет систематически ловить бабочек, пока другая группа в то же время вообще не обращает на бабочек никакого внимания. Но такого в истории вековых наблюдений не происходило ни у одного из видов, кроме нашего вида, хомо сапиенс, который, представьте себе, 40 тысяч лет назад по всем континентам начал распространяться, вычищая мегафауну без каких бы то ни было причин, мигрируя иногда внезапно в самый холод. А индейцы, это наши русские, они пришли из России туда. Само это странное действие, то, как хомо сапиенс внезапно начал разбегаться по всем континентам, уже намекает на некую свободу от причинности. Профессор Сапольский очень жалко, что свободу действует... Ну, здесь бы я на месте... Собственно, Николай вообще не стал бы спорить с Сапольским, я просто воздержался. Не, сейчас будут. Сейчас будут еще, еще 2-3 вроде бы. Вот. Ну, просто там биолог его фактами может внезапно закидать, я бы в эту область просто топить не стал бы. Ну, просто потому что, ну, вы понимаете, ну, как бы... Ну, как бы, если и будет какая-то битва с биологами, так скажем, да, лучше максимально не соваться в область биологии. Надо оставаться в области той дисциплины, в которой ты начитан. Ну, например, в области философии. То есть, поэтому я постоянно атакую науку с точки зрения теории познания, ну, с некоторых подходов в рамках теории познания. Там, где ученые ничего мне сделать не могут, там, где я компетентен, там я с ними как бы... Там я их в ловушку заманиваю и ем их, понимаете? Вот они говорят, мы доказали теорию эволюции. Так, стоп. Окей, теорию эволюции я не шарю. Окей, оставим ее для вас, да, теорию эволюции. А как доказали? А какие у вас доказательства? А какой формат доказательства? А, стоп, неполная индукция у вас здесь. А стоп, а вы знаете, чтою неполную индукцию? Вот так это сделали. Да, мы сделали это так. Хм, это не полная индукция, это не достоверное доказательство, сорян, вероятностное. Значит, не доказана ваша теория эволюции, получается, правильно? Правильно, как бы, всё, понимаете? Это должно работать именно таким образом, да, что выгоднее воевать с оппонентом именно на своей территории. Надо смотреть, что оппонент делает в своей области и в чём он при этом некомпетентен. Ну, например, в теории доказательства может быть некомпетентен, в аргументации может быть некомпетентен, в каких-нибудь других вещах, в философии может быть некомпетентен, в антологии ты выманиваешь его на свою область, и ему в итоге остаётся только говном тебя поливать, потому что, ну, по сути, ты остаёшься непобедимым. Вот посмотрите, вот мои видосы, где там про Панчина и всех остальных дробушевских вот этих товарищей, комментарии я озвучиваю. Просто посмотрите, какой там уровень токсичности. И что самое главное, ни одного более-менее содержательного комментария, который бы реально попадал по некоторым тезисам даже, которые я озвучиваю. Там бестезисно. Там люди цепляются за рандомную неудобно сказанную фразу, и всё, жопа горит, всё, там автор дурачок, что это за молодой там человек, херню какую-то несёт, и так далее, так далее, так далее. А людям ничего не остаётся больше. То есть люди не знают, как выразить своё несогласие, и им остаётся только, по сути, бомбить. Вот так вот. Если бы они могли меня разъебать, они бы разъебали бы уже давно, как бы. Ну, там такая выборка, такое большое количество людей, ну, видите, большинство из них некомпетентны в познании, в философии. Действительно, никак нельзя потыкать палкой. Вот поэтому Соболева я здесь, ну, осуждаю, не осуждаю, но это нехорошая стратегия. Вот ты сейчас полезешь вот в эти миграции всякие, окажется, что ты нихуя не учёл, к тебе придёт какой-нибудь Дробышевский, скажет, да, этот Соболев дурак, он совершил такую-то и такую-то ошибку, чё его там слушать, лишний раз, короче, подставился. Я рекомендую стараться не спорить с учёными, в кавычках, по фактам их собственной дисциплины. Вообще не надо, они эти факты знают лучше тебя, и лучше меня, и лучше всех нас вместе взятых, это правда. Спорьте по тем вещам, в которых вы разбираетесь. Если вы можете те вещи, в которых они якобы разбираются, в теории эволюции, если вы можете её как-то подвергнуть сомнению, опровергнуть с помощью тех вещей, в которых они не разбираются, например, вы знаете логику, и вы с помощью логики, ну я, например, не такой большой фанат логики, да, и не знаток, но если вы шарите за логику, вы можете использовать против учёных логику в чистом виде, например, да, и разносить, собственно, они про логику ничего вам не скажут. Вы можете анализировать их суждения буквально, вы можете анализировать формы их выводов, например, в их статьях. Вам вообще не нужно разбираться о том, о чём они говорят, вам достаточно просто форму проанализировать, логическую и все найти противоречия и какие-то недостатки какие-то неправильные выводы и все вы победили уже в этом в этом случае этих самых ученых грудь полка тыкать надо они не готовы они не готовы защищаться ребят в этом проблема еще ученые они не привыкли к тому что им вообще приходится защищаться от кого-то наука я убежден что концу этого выпуска со мной остались самые пытливые умы я вас поздравляю вы прошли свой зефирный тест а теперь мой искренний совет пожалуйста подвергайте все догмы сомнению ну такая каша в голове у людей идет война между разными науками за право например привилегированного объяснения того или иного феномена языки борются друг с другом за право навязать вам определенный аксиома правильно за право навязать вам определенный способ видения мира это сложная мысль но объективная причинность может не противоречить субъективной свободе но вот именно эту мысль роберт сопольский осмыслить не пытался он называет это вывертом иногда подобные выверты встречаются у нейробиологов гормоны могут повлиять на наш характер а сбой организма критический сбой может вывести человека из мира свободы а вот если взять человека с повреждением фронтальной коры то можно обнаружить ограниченность какого-то человека ввиду его постоянной обсессии какой-то травмы или стресса как постоянного следствия этой травмы здоровый телом здоровый духом человек может сопротивляться самым непреодолимым природным причинностям часто говорят что люди это самые выносливые животные это не очень корректно мы не самое выносливое животное мы единственное существо которое может устанавливать цель чего только у нас не заложено на уровне генов и многое поддается контролю и наша способность устанавливать цели это следствие тех априорных катек так что случилось горе и мышление которые априорны для нашего сознания они не получены из опыта откуда у нас этот доступ возник в чем природа в чем причина этого доступа а почему ты останавливаешься в данном случае не понимаю немножко я включил сейчас немного этот photoshop я хочу сделать превьюху для кан контента который выйдет буквально вот завтра поэта величайшая тайна человека нашего существования откуда это взялось исключительная согласованность разумность природы жизнь это потрясающий инженерный проект в любом случае вот к этим идеям детерминистов вроде роберта сопольский нужно относиться максимально аккуратно почему ну потому что на коллективном уровне это может привести к идее о необходимой перепрошивки вот этого нашего алгоритма если бога мы убили а свободу исключили то что не делай все необходимость даже гулаг необходим ну чё такого-то у гитлера же не было свободы воли на уровне индивидуальном последовательный детерминизм может привести к жесточайшей депрессии которые сопольский страдает самого детства в общем я решил что вселенная пуста холодно безразлично к нам и абсолютно бессмысленно всех самых фор постоянно чувствую себя подавленным и подозреваю что это неизбежное следствие это неудивительно ведь если человек не может определять свои поступки свои действия то нет никакого человека нет субъекта сопольский буквально говорит вас всех не существует это какой-то гигантский грипп просто растет и погружает нас в свою иллюзию какой-то демон может быть нас творит сопольский представляет эдакое нейро биологическое обоснование философского пантеизма при этом пытается пропихнуть свое доказательство на основании банального редукционизма впрочем все о чем мы только что говорили реально очень сложно доказать но соболев не лучший мой ученик и формально он не в полной мере мой ученик как бы да то есть он он не ортодоксолог базу всю наверное мою он не знает хотя хрен его знает честно говоря не удивлюсь и все многое знает мне кажется основы антисоентизма некоторые он уловил хорошо уловил прямо отлично уловил за это ему большой респект кто лучший до проклятый джон доя скорее всего хотя не у меня есть еще дополнительные ребята которые всем этим занимались я просто я не могу оценить то насколько они шарят из тех кого мы плюс-минус проверяли лучшие наверное пока что джон доя но дочь ну он буквально со мной спорил на тему ортодоксологии и адекватно указывал некоторые критические моменты мне в мне в целом понравилось мне в целом понравилось как он это делал я считаю что да и в целом по крайней мере когда он спорил со мной шарил за эту тему хорошо вот остальных мы просто пока даже не тестили так что в этом вот такая вот проблема заключается может невозможно палкой тут никуда не потыкать игре палка тыкать надо и все это можно только осмыслить чем сопольский заниматься не хочет потому что он занят другим делом он защищает свою идею от ненужной информации философия политическая теория с ними я справляюсь не очень хорошо границы моих когнитивных особенностей не дают мне этого сделать ну а когда собеседник оппонент сапольский начинает например с позиции квантовой физики расспрашивать профессора о квантовом эндотерминизме например сапольский про тест портодоксологии за деньги могу попробовать но блин правда это надо скрыто делать хватается за голову это интересно потому что природа квантовых феноменов до сих пор не изучена и мы понятия не имеем как на материальном квантовом уровне это может коррелировать с возможностью свободы воли так митро он нас смотрит и у нас цитирует но не знаю неизвестно насколько часто вряд ли прямо сейчас он на стриме присутствует но некоторые видосы наши он фактически уже смотрел он и просто процитировал даже прям не просто процитировал он вырезал моменты и врезал их туда свое видео вот короче у меня плохие новости для профессора сапольский вы часть религиозной системы здесь кстати я напомню напомню что у нас был обзор как раз товарища балмейстера и его обзор сапольский мне абсолютно не понравился то есть это было очень слабо позицию я так скажем поддерживаю да но пруфы были очень слабы к сожалению балл это не тема балмейстеру балмейстера есть куда более интересные темы в которых он реально разбирается вот религия называется натурализм физикализм гораздо более мудрых и сдержанных позиций придерживается например франц 2 лет а также профессор автор книг разные истоки морали валь приматолог доктор философии известный по всему миру автор очень рекомендую автора францы бывали здесь нет никакого обвинительного тона нет попытки разоблачить нашу цивилизацию очень сдержанные несколько догматичные выводы и мы умны да кстати новички не забывайте проставить лайк на мой комментарий если кто-то сюда прибежал не забываем поставить лайк на мой комментарий здесь вот увидел у николова николая как раз да и проставить лайки всем кто там откомментировал это поднимет нас в топе и возможно николай еще лучше заметят наше видео может быть тоже лайк нет и мы все будем счастливы и обезьяны можем ему простить за легкий стиль описания очень много интересных описаний экспериментов которые в том числе проводил сам деваль например он пытался обнаружить справедливость у капу сынов я их исследую уже 40 лет это исследование валя продемонстрировала что если одна обезьяна получает за работу огурец а другая сначала получает тоже огурец а потом получает виноград это вводит в первую обезьяну буквально в бешенство джек гораздо больше напоминают взрослых людей очень про справедливость просто это может быть про эгоизм и не про справедливость просто не до конца понятно просто опять же а насколько это же обезьяна если бы она получила виноград а другая не получил насколько бы она разозлилась а а а чувствуете справедливость то это не про то это немножко наоборот даже скорее вот если бы обезьяна разозлилась из-за того что ей дали и собственно вот и огурец и виноград одновременно и дали а другой обезьяне за то же самое не дали вот если бы она из-за этого разозлилась да это было бы про справедливость скорее всего а так но она видит что вот другой обезьяне дают больше типа чего когда ну не уверен что это идея справедливости и она из 3 заботит равенство в награде при этом вальс праведливо точно заботит равенства в награде просто это похоже на то что обезьяна сделав то же самое хочет того же или больше может их не беспокоит конкретно равенство в награде может быть их заботит то что они не получили добра замечает что вот в чем мы расходимся с животными справедливости второго порядка чтобы обезьяна, которой дали виноград, поделилась этим виноградом с первой обезьяной, зафиксирована за всю историю не было. Распознать нужду ближнего и отреагировать на нее это совсем не то же самое, что следовать тенденции привносить себя в жертву к генетическому благу вида. Это совсем другой уровень представления о справедливости. Также очень импонирует, что Валь недогматичен и очень открыт в вопросах религиозных. Он не зомбирован, он может признать, констатировать факт и может нахрен заметить, что любые попытки отказаться от религии приводили к катастрофическим последствиям. Валь приводит интересный эксперимент, который проходили уже люди. Эксперимент с настройкой на религиозные вещи доказывает, что если человек, решая тест, встречает в нем такие слова, как бог, пророк или священный, а затем ему предлагают сделать благотворительное пожертвование, ну просто положить деньги в корзинку и просто уйти без какого-либо давления, типа можешь положить. Откровенно говоря, замолчите. Максим, откровенно помолчите. Red Alert, кстати, будет завтра. И я, честно говоря, не знаю, когда. Может быть в 16.00? В 16.00 нормально будет? В 16.00. Я планирую где-то в это время. Боже, нет. Сумма этого пожертвования в два с половиной раза больше, чем если бы он встречал в тесте обычные слова. Это удивительно. Хотя, лол, наверное, не. Давайте просто на завтра оставим. Мне завтра тренироваться надо. Я тренировку боюсь пропустить. Меня надо тренить. Короче, Максим, не. Давайте просто завтра когда-нибудь. Вот. Завтра можно недобор. Сделать сегодня перебор по донатам. Завтра будет недобор. У нас все равно. Ну, мы сотку пробили давно. Видельное следствие того самого эффекта наблюдателя, который и сдерживает наше общество. Джон Адамс, другой президент писал, не существует такой государственной власти, способной собладать человеческими страстями, необузданными моралью религии. Валь приводит интересную догадку, что мораль, религия, вот справедливость второго порядка, возможно, потому что человек осознает неизбежность своей смерти. Здесь я согласен частично, ведь помимо осознания неизбежности смерти, у нас есть уникальное наблюдение за феноменом жизни. Человек верит не только потому, что он смертен, но еще и потому, что он живой и от чего-то творит. А раз у всего, как мы видим, есть причина, то причина должна быть как у материи, так и у нашего мышления. И те люди, которые не верят в случайность появления разума без ничего... Случайно, случайно, так получилось? Ну, не совсем случайно, там надо поболее подробно аргументацию эту расписывать. Нет, особо ли в топе за религию, это да. Ну, поэтому он отличает, поэтому я и не скажу, что он мой ученик, понимаете, в чем дело. То есть это не полное ученичество, но ряд аргументов, которые он воспроизводит, хороши. Верят в то, что сама возможность умопостижения не могла возникнуть просто так. Самое удивительное в нашем мире, что он постижим, писал Эйнштейн. Мы можем постигать, и это очень странно, мы можем постигать как физические законы, смысл в каком-то движении. Так и законы моральные, законы нашего духовного внутреннего развития и коллективного события. Валь утверждает, что истоки морали являются следствием эволюционной эмпатии. Ученый утверждает, что морали сходят снизу вверх. Приматы следуют правилам, у них есть самоконтроль. То есть сначала была животная эмпатия, которую он обнаружил у обезьян. Ведь они не только ругаются, но и мирятся после конфликтов, стараясь сохранить отношения в группе. Они вычесывают друг друга, лижут раны, которые сами нанесли. Затем эти оптимальные правила поведения животных в группе формировали разные признаки, откладывались на уровне генетической памяти и переходили к человеку, который потом эти правила осмыслил и выразил, например, в виде священного текста. Не то, чтобы у них обязательно была мораль того же толка, что и у нас, но истоки обнаружить вполне можно. Ну истоки ли это? Важный вопрос, насколько это истоки, если это вещи немножко другого порядка и другого качества. Вот. Грубо говоря, мораль для Вааля это следствие естественного отбора. Это очень популярная позиция у биологов. То есть это совершенно эволюционная вещь, которая в нас забита естественным отбором. Круфов, кстати, не будет. Доказательств я не буду приводить, да, Дробышевский? Ты же не будешь их приводить, понятное дело. Естественный отбор для биологов это примерно то же самое, что бог для верующих. Если... Плюс-минус. Ты чего-то не можешь... Еще и фальсифицировать сложно. Можешь объяснить? Естественно... Да. ...с чего-то. Ты можешь просто заявить, ну естественно. Ну естественный отбор, ну эволюция, ну чё вы? Ну естественно, ёпта, ну это я... Куда надо ткнуть палкой, чтобы найти естественный отбор? И вот вам размышления напоследок приготов... Ого, вот это тоненькое, вот это тоненькое, вот это тоненькое, вот это тоненькое, действительно. Куда надо ткнуть палкой, чтобы найти естественный отбор? Ну это к вопросу о нефальсифицированности естественного отбора. Ну, а как его фальсифицировать? Типа, ну вот выжили там эти бабочки, естественный отбор. Ну вымерли они там эти бабочки, ну приспособились, естественно. Ну вымерли, не приспособились, естественный отбор, слабые, плохие. Выжили, приспособились, сильные, хорошие, все дела. Естественный отбор. Тут естественный отбор, там естественный отбор. Ещё какой-нибудь биолог, я помню, у меня были комментарии ребят, тоже биологизаторов, которые рассказывали о том, что если найдётся такой случай, когда неприспособленное создание в природе выжило, вот тогда, естественно, отбор будет опровергнут. А что значит неприспособленное? Вроде бы, естественно, отбор работает чисто, знаете, по принципу тавтологии. То есть если выжило, значит приспособленное, а если неприспособленное, значит не выжило. То есть тут, понимаете, тут как бы такая тонкая игра, ну даже не очень тонкая, очень поверхностная игра словами, которая просто, ну, означает, ну, выжило и выжило, умерла и умерла. Ну, короче, всякое бывает, соответственно, ну, здесь какие-то факторы воздействовали, а здесь другие факторы воздействовали. Но на самом деле это как-то так. Ну, если вот смотреть на биологическую картину и не пытаться её какими-то магическими силами, механизмами описывать, ну, вот, а просто сказать, вот почему ты, почему ты, собственно, выжил? Ну, вот выжил и выжил, да, собственно. Ну, среда была такая, в которой ты смог выжить, получается. Готовьтесь, отбор естественный, и всё это некая необходимость, считают биологи. Но почему существует сама эта необходимость? Она где существует как принцип? Почему что-то стало необходимым? Тут надо напрячься. Необходимость каким-то образом существует. А я вас спрашиваю, а как существует необходимость? Ну, да, талантологический вопрос полный. Необходимость существует в необходимых объектах. Что это за естественность? Что это за магическое слово естественное, которое... Что, Лидарин, сейчас опять меня процитирует? Наверное. Не, ну, я тоже про это рассуждал, про естественность, потому что вот вполне недавняя такая телега, которая начала задвигать как раз неразвлечение естественного и сверхъестественного, а где начинается одно и заканчивается другое. Как их отличить вообще? Которая якобы всё объясняет. То есть для христиан всё понятно, в христианской картине мира всё очевидно, да, то есть христиане как раз это могут понять, это их терминология, по сути. По сути это их терминология, да, им это всё понятно и приятно. Вот, согласен юзербот, солидарен полностью. Вот биолог Александр Панчин показывает некую формулу отбора. Формула-то откуда? Мы-то её знаем, откуда она возникла. Законы природы сами возникли, и по ним Пургатариус мог превратиться в человека разумного. Но когда они возникли, эти законы мироздания, законы вселенной? Допустим, всё материально, окей. Ну, здесь просто следует задаться вопросом, а что такое законы? Как существуют законы природы? Ну, это антологический вполне себе вопрос. И существуют ли они вообще в принципе? Это не до конца понятно, существуют ли они вообще в принципе, потому что, ну, по сути, как мы их выводим? Берём большую кучу фактов. Большую кучу фактов. Смотрим. Так, ёпта, так, ёпта, так, ёпта. Берём математическую формулу. Вроде вот это вот всё время движется вот по этой формуле. Окей, записали. Вот это закон природы. До тех пор, пока не будет опровергнут этот закон природы, понятное дело. Да, пока не найдётся тот факт, которым, ну, не движется, например, по тем же самым законам, которые описаны. Вот. Некое такое обобщение, которое следует из неполной индукции, описывается некоторым математическим аппаратом. Может быть, оно не вечное, да? То есть, может быть, его 100 лет назад 200-300 не было, или работало как-то по-другому, может быть. Вот. Это во-первых. Во-вторых, что это именно за пределами именно конкретно вот этой формулы? Вот у нас методология. Факты. Берём, обобщаем, выписываем формулу. Оп. Вот. Вот закон природы. А что он сам по себе обозначает? Чем он у нас сам по себе является? Что означает закон природы есть? Да? Что за законы природы? Природа — это вроде вообще всё, что нас окружает, получается. Всё естественное вокруг нас. А в научной парадигме всё вокруг нас является естественным. Вот. Тут как-то вот так вот. И что есть, по сути, закон природы, не до конца понятно. Понятно, откуда это возникло. Это возникло из религиозного дискурса. Были законы божьи. Вот у нас есть книга Бога, Библия, в ней всё написано. А вот теперь мы, современные, нововременные учёные, там, не знаю, всякие там бэконы и так далее, пишем теперь книгу природы. Да? Вот как есть книга, собственно, Библия, божественная книга, так и есть книга природы, которую мы пишем, описываем и работаем. Вот в книге Бога есть законы божьи, а в нашей книге есть законы природы. Да? Вот по аналогии как-то так получилось. Но когда это работало по аналогии прессы Константин, это имело какой-то смысл, потому что вот в том мире был Бог, который мог эти законы задать. И эти законы могли иметь идеальный характер, потому что вот та наука, она ещё не отошла от религии, понимаете? И она вполне включать могла в себя вот всю вот эту идеалистическую картину, где эти законы могли, собственно, постулироваться в рамках непосредственно божественного. Да, в сознании Бога, в мире, который Бог поддерживает тоже так или иначе. То есть это как-то, как-то всё могло вот так вот работать. И при этом, ну, короче, рабочая схема. А сейчас мы оставили эти самые законы, отказались от Бога, от религии, от всего остального, от всего идеалистического. Какова антология закона? Каково его бытие? Что вообще означает этот закон? Ну, вот формула. Окей. Что, чем является эта формула в реальности? Вы говорите, закон природы в мире, он существует, он везде работает и всё такое. Как он существует? Что он есть сам по себе? Сложно? Окей, ну что мы видим? Смотрите, есть материальные неживые объекты, получается, а есть материальные живые объекты. И те, и другие материальные, но одни живые, а другие неживые. Но что есть такого в одной материи, что таким радикальным образом отличает её от другой? Что есть в той материи, что делает жизнь? Это случайные сложения белков? Случайные мутации плюс отбор дают прогресс, дают эволюцию. Которые случайно сформировались из газов, из углерода, из водорода, из каких-то атомов? Окей, подбор ферментов. Так, здесь я хочу кинуть пару злостных палок. Ужасное словосочетание. Человеку, который склеивал видео, тут были какие-то газы и атомы, а человечек в видео вставил стандартную модель. Зачем? Зачем там стандартная модель? Квантовая. Нахуя? Уберите её отсюда. Это ужасно. Да. Одной единственной бактерии выполняется по неким существующим законам Вселенной. Эту мысль мы захватили. Вопрос глубже. Что такое законы физики? Каков их онтологический статус? Как они существуют? В самих вещах и процессах? Мы можем допустить, что животные адаптировались и миллиардами лет складывали вот эти правила. Это и называется. Мораль пришла снизу. Её породил животный мир, как считают биологи. Не, ну как, мы же выдвигаем гипотезу. Она возникла вследствие того, что у животных есть, а это воля к жизни и воля к репродукции, к продолжению жизни. Животные дерутся друг с другом. Обезьянки смешные. Когда воля встречается с волей. И очевидно хотят размножаться, это мы заметили даже по себе. Принцип понятен, но откуда он? У животных-то откуда это стремление к адаптации? Какой ещё там низ? То есть это совершенно эволюционная вещь, которая в нас забита естественным отбором. Ну как, городки гос, давайте так. Так, формально он меня цитирует раза четыре видео, понемножку. Но при этом вот именно цитаты моих материалов, текстов, там, естественно, установка, некоторые мои формулировки, и это он использует. То есть тут есть как прямые, так и косвенные цитаты. Так что мы, собственно, дискурс-то продвигаем, ребят. Дискурс продвигается в массы. Это хорошо, это приятно. То есть даже если Николай никак не отреагирует на моё грядущее предложение, на какой-нибудь совместный контент, это всё равно некоторое продвижение вперёд. И у Николая, как я понимаю, ещё вторая часть будет. У-у-у, прям, прямо вот, прямо вот, да? Может быть, там опять меня упомянут? А может быть и нет? Паза? Слушайте, в любом случае это хорошо. И мы этот контент можем тоже потреблять, его показывать людям, люди будут приходить, может быть, даже подписываться. Это всё равно, на этом можно как-то пожить немножко хотя бы. Что значит забито? Кто забивал или оно само собой из ничего? Но постойте-ка. Не бывает причины без причины. Откуда воля? Откуда формула, по которой собираются в жизни те атомы? Но, а если причины без причины не бывает, то действительно, как себя вообще представить, сложно. Те вещества. Что за естественный отбор организовал атомы во Вселенной, которые разлетелись после гигантского взрыва? Да, большой баба был. Большой баба был. И мы можем пойти ещё дальше? Живые организмы сложены из веществ. Вещества — это форма материи. Но что есть сама материя? Материя возникла сама из себя? А что значит материя? Ну, она типа могла всегда быть, там, я не знаю, всякое здесь можно придумывать. Материя есть. Что значит есть? Что значит существовать? И что? Тоже нормальный вопрос философский. Ну, что-то существует, и что дальше-то? Это я не с... И что дальше-то? Я зашёл с ума, чтобы вы понимали. Это то, о чём каждый из вас может поразмыслить на досуге. По мнению биологов, всё подчиняется причинно-следственным связям, принципам естественного отбора. Какова причина сущего, где этот естественный отбор происходит? Или у сущего нет причины? Здесь как-то ваша логика ломается, и вы упираетесь в антиномию разума. Похожие размышления являются результатом свободного мышления первых мыслителей. Сократа, Горгия, Платона, Аристотеля. Были разные школы мысли. Одни доказывали, что материя вполне себе могла быть всегда. А движение материи, это её атрибут, как считал Энгельс. Другие философы считали, что необходима кауза суе. Первопричина нашего мира. Причина материи и нашего мышления. Здесь были разные догадки. Кто-то считал, что это некий трансцендентный субъект. Так, 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 Соболев. Соболев Николай. Тот человек, который тебе, собственно, рендерил всю эту хуйню. Это не Кант, это Якобя. Убирай, нахуй, не позорься. Это Якобя, не надо, не путайте. Да, он красивее, я понимаю. Это лучшая версия Канта. Это то, как Кант мог бы выглядеть, если бы был красивым, а не умным. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вы понимаете, да? Это портрет Якобя. Забей. Забей. Кант, он немножко более скрюченный и так далее, так далее, так далее. Ну, да, это классика, Вячеслав. Но все же. Но все же это как бы на порядок все было бы лучше. Но на этот Апсер мы обязаны обратить внимание. Не знаю, сам Николай это делал, либо его, собственно, монтажеры своими пальчиками вот сюда Якоби поместили. Это Якоби. Это не Кант. Их постоянно путают, да. Не путайте. Считал, что это абсолютная идея разворачивается логически в истории. Кто-то вообще говорил, да, это и есть бог. В сущности, очень... Кант, в смысле? Который Якоби... Якоби, который... Кант, который превратился в Якоби и есть бог. Возможно. Ну, ладно, он про смешно это показывал у него. Это существование, которое, мягко говоря, не доказано. Кто-то и сейчас считает, что первопричина нашей разумной жизни разумна. Иначе разумная жизнь не могла бы сформироваться и познавать саму себя. Пока биологи продолжают иронизировать, что само предположение... Ну, давайте так. Все-таки Дробышевский, на мой взгляд, вообще зря ввязался в дискуссию с Хлопотиным. Честно. Честно признаю. Вот. Это грустно. Это грустное, в общем-то, объединение. Да не, забейшу я. И так, может быть, Николай посмотрит это наше видео. Также более эффективно и более запоминающееся. Так вот. Потому что, ну, Хлопотин шарит за философию, а Дробышевский, он что-то пришел беседовать на философские темы по типу рационализма. Ну, честно говоря, он не понимает, о чем он говорит просто. Как бы... И о разуме в основании вселенной это, знаете... Он пришел на канал к Сандру, который является и христианином, и человеком, разбирающимся в философии. Выступает против Хлопотина, который тоже разбирается в философии. И довольно грамотный человек, который даже в рационализме нормально разбирается. И они его здесь в два ствола раскручивают, по сути. А он несет всякие глупости. А под видео фанаты Дробышевского при этом негодуют на тему, какой же глупый этот Николай Хлопотин, еще бородач какой-то в этой тельняшке своей вот этой жилетке сидит, ерунду несет. Хотя по факту они его просто, ну, как бы... Там МММ было, причем, как бы... Ну, знаете, МЖМ, ЖМЖ и МММ в данном случае. Было МММ, Double Penetration, да, как бы вообще без шансов на реабилитацию. В два ствола просто уничтожили. Вообще просто. Вообще уничтожили Дробышевского. Ему только про своего Колобка осталось еще говорить. И единственное, что фанаты Дробышевского вынуждены были эту ужасную дискуссию поддерживать. Ужасную с точки зрения Дробышевского, потому что он просто не знал, что сказать. Ну, просто, ну, вот, ну, не знал. Ну, не получалось у него ничего сказать, понимаете? У Дробышевского, потому что, ну, ребята, в этой теме они просто на несколько порядков более разбирающиеся. Как в Колобка из сказки верить. Могу вам рассказать там всю сказку про Колобка, но это будет вот примерно то же самое. Не, ну, если бы мы были из теста, например, если бы мы валялись в масле каждый день. Как только они выходят за пределы своей специальности, начинается вот такая вот хуня. Ну, там, блядь, Колобок, сказки есть, это, сусеки, не сусеки, там, все дела. Так или иначе, до сих пор это остается во... Блин, дрыж, 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 дрыж. Ес. Хорош, хорош, хорош. ...спросом веры. И правда, неизвестно, кто верил больше. Попы, которых сбрасывали с колоколин, большевики. Или сами большевики. Ведь сколько бы мы, задумаетесь, диалектикой, наукой, естественным отбором не прикрывались... Я тоже, в общем-то, ученый. Никто не знает точно ничего. И ни один из выводов биологов, которых мы сегодня рассмотрели, не является чем-то более рационально разумным. Я, ну, по большому счету, преподаю рациональный подход к бытию. То, во что мы верим, не ощущается нами как вера. Мы просто думаем, что мир такой и есть. Их выводы — это их научная вера, очень агрессивная, между прочим, которая зачастую исключает свободное мышление. Держите, держите, я говорю про то, что сегодня биология представляет собой дисциплину, наиболее нетолерантно относящуюся ко всем остальным. Вот и все. Потому что у этих ребят, у биологов, очень плохо с абстрактным мышлением. И им даже средства абстрактного мышления чаще всего не нужны. Зачем этот выпуск? Я призываю вас к мышлению, к чтению книг и к изучению дискурса. Так, стоп, интересно, моя цитата будет последней? Да-да-да, я поставил точку! Я поставил интеллектуальную точку в этом дискурсе. Видели? 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 Последняя, короче, из всех интеллектуальных видосов мой просто... Закрыл. Закрыл все, короче, чакры разум. Красава. Круто. Прекрасно, прекрасно. Я выступаю категорически против нашего образа цивилизации, которая сидит на диване, потерянная, лишенная всякого смысла его поиска, пытается насытиться этим дешевым дофамином, хавает антидепрессанты... Это совершенно нормально. ...и ждет с дивана. Когда же ученые там что-то откроют? Когда же они найдут этот смысл для нас? Спойлер, не откроют. Мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала в последний век особенно все, что завещено в книгах. Но разбирали по частям, а целое просмотрели. И даже удивление достойно до какой слепоты. Не найдут, потому что сами вопросы про смысл наука до сих пор отрицает. Очень, вообще-то, важные вопросы, это вопросы о науке. Наука такими вопросами не задается. Она их просто проскакивает сразу и переходит к микроскопам. В них палкой неудобно тыкать. Я говорю, палкой тыкать надо, и все. Ну да, как бы тоскливо-тоскливо, но зато... Ладно, не, Вахштайн, ладно, Вахштайн закончил. Блин, расстроился. Ладно, тут Вахштайн. Вахштайн меня забил. Ищите смысл, друзья, читайте книги, и только тогда вы станете субъектом. И перестанете быть кучкой атомов, которая собралась в человека, чья голубая мечта это жить в Москву-Сити. Банда, у меня тоже была такая нереальная цель. Я видел в разных фильмах Москву-Сити. Как все ходят там в костюмах, не знаю, дорогие машины. Это жизнь паразита, друзья, не будьте паразитами, будьте людьми. Читайте книги. Из авторов могу посоветовать Франца Деваля. У него есть книжка разная, напоминаю, еще очень хорошая. Могу посоветовать Креативный вид Дэвида Игглмана. Тоже замечательная книжка. У него есть еще хорошая книжка про мозг. Из философии, кто хочет порефлексировать над смыслом и происхождением истории, можете прочитать Карла Ясперса. Его просто очень легко читать. Если кто-то хочет прочитать что-то посложнее, например, про истоки морали, могу посоветовать Анри Берксона. Книжка «Два источника морали и религии». Напоминаю, что все эти книги вы можете выиграть в нашем конкурсе вместе с iPad Pro. Заебись. Для этого, пожалуйста, подпишитесь на наши телеграм-каналы, они будут в описании. Обязательно поставьте лайк этому видеоролику. Это была огромная, очень сложная и очень увлекательная на самом деле работа. Слушайте, все, я подписываюсь на канал Николая Саболева. Мы начали. Все, я до этого не подписывался, я до этого был в стороне. Все, я реально подписываюсь. Николай, респект. Респект. Я все это время думал, подписываться там или нет, тем более все остальные там комментарии, но видосы, они были не на канале самого Николая, а они были вот те интересные видосы про философию, либо у Собчак, либо там у Серафима. А тут вот прямо на своем канале офигеннейшее видео, мое почтение. Браво. Просто браво. Реально, просто браво. Круто. Я очень надеюсь, что вы, настоящие искатели, напишите, оставите комментарий под этим роликом. И очень надеюсь, что сам ролик вызвал интерес к тому дискурсу, над которым, скорее всего, будут ломать голову все последующие поколения. И, конечно, я всегда ищу единомышленников. Пишите, распространяйте этот видеоролик. Обязательно посмотрите мои предыдущие выпуски. Ну, а следующий ролик, книжный выпуск, если вам понравится этот, я посвящу политической литературе. Там тоже есть кого покритиковать. Ну, а с вами был Николай Соболя. Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья. Пока. Ну что, хороший день, ребят. Хороший день. Вот это да. Вот это да. Минута славы Шадова небольшая, во-первых. Во-вторых, Николай Соболев приятно удивляет. Все еще более и более и более и более и более замечательные вещи. В общем-то, несет. База. 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 Все. Ну что, это конец?